Дубльгиз сделал одно из первых приложений для умных машин от Apple. Как IT-специалистам выставить границы между работой и жизнью? Закрепляем работу с массивами в JavaScript! Закрепляем работу с массивами в Погнали! Ну вот да, такие движки у нас сегодня. Рады вас всех приветствовать, с вами YouWebDesign, подкаст называется «Суровый веб». У нас уже сегодня на часах 21 мая, вторник и без 20.12 по Челябинску. Меня зовут Александр Гончаров. Меня зовут Никита Тарасов, 201 подкаст. 201 – это начало чего-то большого, согласись? Мы просто третью сотню разменяли, так скажем. Третью сотню? Столько не живут? Это да, хотя мы с тобой вчера смотрели там рандомные подкасты другие, и там 773 выпуска. У него, возможно, не недельно выходит. Во-первых, да? Там у него именно 15-минутные звуковые записи по Лебедичу. Если мы наш с тобой подкаст нарежем по 15 минут, то можно будет, мне кажется, китайскую стену обложить. Можно будет покрыть, да, всю сушу на земле 1-сантиметровым слоем, в принципе, аудиозаписи, потому что да, действительно внушительное, так скажем, будет значение. В общем, да, мы всех рады приветствовать его. Как-то даже, не знаю, круто или не круто в 201-м. Уже, знаешь, начинаешь возраст, чувствуешь, уже именно стесняться его начинаешь. Типа, вы молодой подкаст? Ну как? Ну 201 выпуск уже, ну типа. Да, уже как бы, уже, и все таки понимают, блин, зачем я спросил? Неловко, наверное. Это как женщина спрашивает, сколько ей лет, как бы вот, ну. Это какой-нибудь молодой подкаст спрашивает, когда у которого там 5 выпусков. Да, который 20-й уже юбилей отмечает, 20-й выпуск, как бы, ну, уже круглая дата, там, туда-сюда. Вот, ну да, да, это смешно, конечно. Но в целом, в принципе, я думаю, мы потянем. Я думаю, что это будет как-то еще более монументально. Кто не смотрел, посмотрите обязательно наш 200-й. У нас юбилейный подкаст был в прямом эфире вообще. Вы сможете оценить, в общем-то, опять же, разницу там звука, контента в прямом эфире, и которые мы можем дать, и которые мы можем дать уже, так скажем, с подготовкой, с чувством, с расстановкой, и да. Я, причем, как-то так неприкрыто сам голосую, так сказать, в пользу непрямых эфиров. Хотя, в принципе, лично для меня опыт был классный. Ну, то есть, как бы. Конечно, конечно. Плюс наши зрители узнали, чей голос, чей. Ну, это до недолгого времени, потому что все равно каждый раз, когда мы являем себя народу, каждый раз кто-то, о, я думал, от голоса наоборот. Вот, причем это все один и тот же человек всегда делает, естественно. Вот. Я еще просто хочу сказать, что 201 подкаст, 201, вообще вот номер 201, и столько, сколько мы записали, это говорит о стабильности. А стабильность, это же вообще, бизнес любит стабильность. То есть, я намекаю на то, что если вы бизнес, то вы можете написать нам, на worksobakaevobesign.ru. И как 201 просуществовали, так, я думаю, 401, 402 просуществовали. Даже 404, я думаю. Конечно, конечно. Обязательно. Будем отмечать 404 подкаст. И, соответственно, вы можете обращаться к нам. worksobakaevobesign.ru. Ты, мне кажется, скоро себя превзойдешь вот в этих заводочках. Это настолько гениально уже становится, что да. Во-первых, ты не забываешь об этом. Я каждый раз сижу, у меня именно темки перед глазами в слайке, но из-за того, что у меня там капсом написана реклама, я по баннерной слепоте эту срочку вообще не вижу. Я вижу только как бы первую темку, и да, это, конечно, смешно получается. Вот, но, видимо, ты как-то понимаешь все-таки ответственность. И да, пишите нам на worksobakaevobesign.ru. Первая тема. Перейдем. Она у нас значится как Orwellage. Orwellage. Вообще, это Кекчебурек. Кеккер Чебуреккер, извините. Прокомментировал нам на сайте Теском, на нашем, и оставил нам тему. Новые подробности китайской системы социального рейтинга. Не знаю, насколько вот ты сейчас, Сань, был в теме насчет китайского рейтинга. Мы вообще рассматривали эту тему? Касались хоть раз? Нет, нет, нет. Именно вот такого, что будет прям рейтинг людей, вот такого я реально охренел. То есть я ее даже не задумываясь добавил, так скажем. Не задумываясь. Ну смотри, давай так. Я сразу перед тем, как перейти к темке и рассказывать. Напомню, что это Нью-Йорк-Пост. Напомню, что это Нью-Йорк-Пост. Напомню, что я думаю, что в Нью-Йорк-Посте все это еще более диким кажется. И я боюсь, что они немножко сгущают краски. То есть несмотря на то, что я прочитаю там в натуре уже страшное, но несмотря на это, я думаю, что еще и Нью-Йорк-Пост, я думаю, сильнее добавляет. Вообще всеми своими оборотами и выражениями, которые здесь они представляют нам в этом тексте, они показывают, что они просто настолько боятся этого, настолько в шоке, и настолько они хотят показать, вот какие они свободны на самом деле в Америке своей. И насколько в Китае все вот прям следится, управляется, и прям там, ну, что-то страшное происходит. Соответственно, рассказываю. Да, похоже, что в Китае действительно введен некий такой рейтинг людей, который можно случайно понизить или случайно повысить. Скорее будет он понижен, чем повышен, потому что понизить легко. Можно, например, там, начиная от банального, то есть случайно, там, не заплатить по кредиту, не, там, какие-то деньги, какие-то деньги определенные, там, не заплатить по своим, там, нуждам, штрафы, еще что-то. Это спокойно твоя, как бы, твой рейтинг как человека снижается. Но есть и всякие банальные вещи, за которыми тоже следят, и типа, я не знаю, если ты даже много играешь в интернете, вот такое написано, то ты все равно плохой человек становишься в обществе. Причем неважно, то есть, представляешь, есть человек, который не заплатил по кредиту, а есть чувак, который много играл, и у них примерно одинаково может снизиться рейтинг. То есть, соответственно, непонятно же, из-за чего снижен у тебя рейтинг. То есть, ну, хрен он знает. Ну, может быть, ты, там, обычный чувак, который ничего плохого не сделал, а может быть, ты каждый раз плохое делаешь. И у них, у китайцев, у них, я так понимаю, какие-то обязательные телефоны, которые называются Лаолай, как-то так, Лаоли, что-то здесь такое. И они Лаолай, да, Лаолай. И, короче, телефоны, которые всем сообщают вокруг, начинают, типа, звонить, короче, и это всем сообщать вокруг и показывать на специальном, в приложении специальном, Лаолаевском, на радаре, где находятся плохие люди, понимаешь? Где находятся люди? Напоминают Вовке, там, когда играешь в режиме войны, то есть, когда у тебя World PvP включен, вот, и ты именно, там, убил десятерых аликов и не умер ни разу. Ты становишься убийцей Орды. И ты у всех аликов на радарах начинаешь показываться. И, типа, за твою голову объявляется награда. У тебя, на тебе есть баф, что ты именно, у тебя еще, там, плюс 20 урона, плюс 20 хп. Вот. Но у всех объявляется награда, там, плюс 100 очков завоевания. А, чтобы ты понимал, недельный кап очков завоевания 500. То есть, надо хотя бы 500 в неделю заработать, чтобы каждую неделю получать награду. То есть, 100 – это достаточно дохрена. Вот. То есть, 500 в неделю заработать, это надо еще, ну, довольно-таки усраться. Это надо достаточно много играть. Попотеть. Попотеть. Да-да-да. Вот. И там появляются такие чуваки, и на них реально там сразу начинают пати собирать. Вот. И именно, я помню, я что-то просто бегал, там, мочился. На меня это накинули случайно. А мне вот, я уже чуть, ну, я не то что уходил, то ли я работал, то ли что-то такое. Вот. Я ушел именно в столицу, забурился просто. Там, к вендорам и так далее, чтобы меня не убили пока. Ну. А этот баф, он не пропадает со временем. То есть, я мог вечером вернуться, так скажем. И меня даже, где я у вендоров это, меня все равно убили, пока я отошел. Вот. Там, то есть, там залетели, я не знаю, там, человек 10, наверное, перебили в там пол столицы, и меня убили только ради этих, во-первых, 100 очков завоевания. А, во-вторых, ну, просто, ну, бесит же, что есть на радаре какой-то там убийца Орды и так далее. Вот тут примерно то же самое. На радаре показываются чуваки, которые... Убийца Орды. Причем ты правильно говоришь, что у остальных, у остальных задача практически, ну, не то, чтобы тебя убить, но у остальных тоже рейтинг. И рейтинг можно повышать за счет того, что ты донесешь на какого-то чувака. То есть, если ты скажешь, что кто-то что-то плохое сделал, и ты сам плохой человек, условно говоря, то твой рейтинг может повыситься. Соответственно, плохим людям нужно постоянно что-то доносить, чтобы реально у них рейтинг был нормальный, более-менее стабильный. Короче, это ладно, то есть... Блин, это же дерьмо, это уже заставляет что-то там крысятничать и так далее. Да, ну и с плохим рейтингом, соответственно, прям при всех тебе спокойно в любом месте, например, там, условно говоря, ты покупаешь билет в самолет, и тебя просто, ну, говорят, извините, у вас плохой рейтинг. Все, едьте поездом, и ты едешь с плохими людьми поездом. Это какой-то уже фашизм и серегация населения. Выглядит страшно, да, выглядит страшно. И здесь еще в Нью-Йорк, в Нью-Йорк-Посте сильнее еще добивают, там, именно что, типа, вот, это все из-за того, что у них, типа, коммунизм. И вообще, короче, Китай – это культура, которая всегда поклонялась, там, единому императору, короче, и что, типа, у них вообще это в культуре такое, чтобы им и управлял, там, один главный, главный, короче, центр, и чтобы они были, там, пешки на столе, и что все, короче, коммунисты плохие, коммунизм отстой, фу, фу, вот у нас в Америке никто никем не управляет, типа, говорят они, думают они, в скобочках. Вот, короче. Ну, вот примерно так, примерно какая-то такая статья. Действительно, я думаю, что, в принципе, такой рейтинг, ну, есть, скорее всего, он у них работает. Я думаю, что, ну, возможно, не так, не такими сильными, прям страшными вещами надо говорить, как Нью-Йорк в посте, но я думаю, что все-таки у них есть такая тема, и что в натуре это работает, похоже, для них, для китайцев. Я не знаю, как они с этим живут вообще. То есть, видимо, классные, не знаю, то есть, ничего, ничего не говорят. Нет, ну, слушай, давай так, вот я могу сказать, что это действительно похоже на то, что, типа, это из-за того, что у них коммунизм, в том смысле, что, в принципе, если не сильно вдумываться, это выглядит, как социальная справедливость. Ну, вправду. Ну, типа, ты же можешь не делать говно, и тогда у тебя реально будет классный рейтинг, а классный рейтинг тебе там откроют какие-то условные двери там и сделают так, что там тебе что-то можно. Началось. Там тоже двери открыты, что что-то можно. Он вырвался, да. Ну, ладно, ну, давай попробуем, если что, я буду его выдворять куда-нибудь. Вот, то есть, это как бы некая иллюзия социальной справедливости, что если ты все будешь делать классно, то у тебя будет больше, так скажем, социальных лифтов, каких-то возможностей и так далее. Тут тоже много возможностей, не могу. Просто, видишь, если бы это было без понижения, то есть, вот если бы это было всегда, у тебя есть какой-то дефолтный ноль, но у тебя есть плюсы, бонусы, и так и всем видно, типа, на карте, кто крутой челик. Но почему есть понижение, это какое-то, ну, типа, я понимаю, что кнутость и пряникость. Просто непонятно, да, кто как будет абьюзить эту систему, у нее должны быть модераторы какие-то, мне кажется, и они должны, хотя с учетом того, что у них там миллиард людей, какие нахрен, это невозможно. Мне кажется, как раз у них есть модераторы, потому что миллиард людей как раз есть, то есть, там есть кому заняться. Ну, ты имеешь в виду полстраны сидела, полстраны охраняла? Да, да, абсолютно. Ну, не знаю, может быть, я просто, я, честно говоря, думаю, это хотя бы в разработке или что-то такое. Не, я так понимаю, это полностью уже внедрено. Да, а так в итоге внедрено, и это, блин, это жутковато на самом деле. То есть, я как бы, ну, любитель каких-то, опять же, там, социальных справедливостей, каких-то там методов управления и так далее, но конкретно вот это кажется мне просто не иначе, чем дикостью. Это страшновато, страшновато. Да. Ну, в общем, обсудили. Пишите в комментариях, вы что думаете по этому поводу. Да у нас дальше снова про Китай что ли? Можно далеко-то не отходить. Я, собственно, да, я специально именно в таком порядке расположил темки, чтобы у нас, ну, немножечко была какая-то логическая канва повествования. Вот. Я, собственно, это заметил эту новость. Это было сегодня, да, это было сегодня в 3 часа дня по Челябинску, но она какая-то новая. То есть, 21 мая реально, то есть, это, ну, свежак сегодня. 4 часа назад заапдейтили. Смотри, для тех, кто не в теме, США ввели санкции на железо Huawei, вот, потому что Huawei каким-то образом там взаимодействовал с китайской оборонкой. И типа США сказали, ну, пошли вы в жопу, мы тогда не продаем вам свое железо, то есть, всякие чипы Broadcom, Qualcomm и там гугловские какие-то штуки, вам всем теперь все, нельзя. Так. Вот. И это, в принципе, терки отдельно взятого государства, то есть США, и компании Huawei. То есть, это все равно, что там США закошмарило бы там, ну, я не знаю, Сбербанк. То есть, как бы напрямую Сбербанк... Это легко, я это легко понимаю, абсолютно. Ну да, аналогия, на самом деле, действительно прямая. То есть, по идее, Сбербанк, он не аффилирован с государством юридически, насколько я помню. Вот у ВТБ есть контрольный пакет государства, а у Сбербанка вроде бы нету. Вот, может быть, вы меня там поправите. Ну, если есть... Я думаю, что есть. Ну, если есть, то тогда это неправильно. Например, X5 Retail Group, например. А думаешь, у Huawei нету прямого с Китаем? А? Ну, я пытаюсь к этому подвести, да. Что, типа, это просто, грубо говоря, выглядит, как Америка закошмарила какую-то компанию. Я не знаю, ООО и веб-дизайн. Вот. Но дальше пошло интереснее. И там реально там начали пуканы отлетать очень сильно, что, типа, чуваки не получат... Ну, вообще, им сделали, типа, США, что... Ай, блядь, я хронологию нарушил, это они потом сделали. Короче, все, они сказали, что у новых смартфонов Huawei не будет андроидов. Существующие будут получать обновления, как бы, но, в общем-то, это, как бы, конец бизнесу Huawei, как дилеру смартфонов на андроиде. Угу. Вот. И как бы все вроде, ну, обычно. Обычно. Ну, как, короче... Ну, то и обычно. Да. Но после этого Китай, уже официальный Китай, то есть, я не знаю, там, Си Цзиньпинь какой-нибудь или кто там у них, министр экономики, там, неважно. Они начали декларировать, что будет ограничение на экспорт редкоземельных металлов. Так. Вот. Это, типа, там, Вольфрам, Малибден, там, и все. В Штаты. Да, в Штаты, соответственно. То есть, они начали свои санкции ответные. То есть, грубо говоря, Штаты закошмарили Huawei, а Китай кошмарит не какой-нибудь, там, Apple или Google, а просто все Штаты. Что, типа, чуваки, мы тогда вам не продадим редкоземельные металлы. Ну, как бы, чтобы ты понимал, некоторые редкоземельные металлы, они есть только у нас и у Китая. Ну, в сколько-нибудь значимых объемах. То есть, реально, вот Вольфрам, допустим, по-моему, или там, никель, у нас 90%. Видимо, остальное у Китая. Ну, нормально. Вот. И они нужны, они сильно нужны в электронике, в какой-то такой промышленности. И очевидно, конечно, что условному там China Wolfram, у которых там, это их полностью бизнес, продажа редкоземельных металлов. Очевидно, им полное говно, что их какой-нибудь Qualcomm теперь не сможет купить. Потому что это, наверное, их единственный клиент. Потому что Qualcomm там один в мире уже делает там чипы Wi-Fi, например. Или там, представляешь, они бы сказали, что Toshiba теперь не может у нас кремний покупать. Ну, нихрена себе, Toshiba – это треть всего мирового рынка кремния. То есть, они как бы и сами тоже денег лишатся. Но я так понимаю, там у них в Китае рейтинг понизится, если они начнут возникать. Вот именно. Ты что? Ты да, сразу они такие, о, классно, классно. Давайте не будем больше продавать никому ничего. Ну да, они такие жесткие. Так вот, после этого США ввели временные послабления. До 19 августа все норм. А, самое-то главное. Ладно, там обновления. Ладно, что? Просто Huawei нельзя продавать в Штатах. Типа они еще американского рынка полностью лишаются. Вот, вот, это еще как бы тоже главное. Это из изначальных санкций, я вспомнил сейчас. Так вот, и теперь они сделали, что, типа, до 19 числа никаких ограничений еще не действует. Видимо, они до августа имеют. Видимо, до 19 августа они еще как-то будут пытаться договориться. Вот. Но просто я эту темку взял, во-первых, чтобы продолжить немножечко про Китай. А, во-вторых, слушай, вот чуть-чуть гордостно, что тупо им хрен на воротник выдали, а они взяли и свой хреном положили на воротник. И как бы тоже неприятно оказалось. Это да, но с другой стороны страшно, потому что на Китае очень много завязано. Ну ладно, мы еще там типа дружим более-менее, плюс-минус. Но я имею в виду, что они же так могут сильные хрены класть. То есть, грубо говоря, когда ты такой, типа, сильный игрок, на всем вообще, причем вообще на любом рынке, ты что ни возьми, везде Китай. То ты можешь так, ну, сильные санкции делать. Я понимаю, что ты и сам типа без денег останешься. Ну вот именно. Это всегда обоюдная хрень. Ну они, понимаешь, они за идеологию, мне кажется, могут тебе хоть что запретить. Хоть вольфрам, хоть хлеб. Ну это я согласен с тобой. И в принципе, у меня-то именно микрозависть к ним идет. Что у них хотя бы есть возможность такой хрен класть. Ну согласен. Это было бы круто, если бы вот нас там кошмарит, а мы могли в ответ не только базарить, что мы там газ вам не дадим, а еще реально не дали. Но мы тоже говорим, что что-то не дадим, но видишь, это такое влияние не имеет. Не, нам просто такое влияние. А у них-то, видишь, влияние-то посильнее, конечно. Просто видишь, для европейцев, например, если мы им газ не дадим, это реально сильное влияние. Но тут видишь, в чем тема. Вольфрам и никель ты выкопал, условно говоря, от руды отделил методом электролиза или чего, и он у тебя лежит. Сегодня ты его не продал, ты его можешь завтра продать. А газ, ты когда распечатал месторождение, он уже хреначит, и ты не можешь его остановить. То есть он просто идет под давлением, в смысле, прямо из земли. И если ты его не будешь куда-то отдавать, у тебя два варианта. Первый – это его закачивать в газохранилище, например. Но они не бесконечные, нихрена. У нас их не очень много. Второй – его тупо сжигать. То есть прямо у трубы горелку, грубо говоря, включать, и весь газ, который идет, тупо сжигать. И это, естественно, мне кажется, даже менее выгодно, чем его в ноль отдавать или в кредит, или как угодно. Это одна из причин, почему мы, например, когда была вся замута с Украины, и мы им что-то ограничивали, когда они нам не платили или что-то такое, мы все равно но потом в итоге там его им отдавали, просто говорили, ой-ой-ой-ой, вы как бы это, мы помним, сколько вы вот сейчас взяли. Но это так беззубо и тупо выглядит, просто потому, что нам нечего с другого с газом делать. У нас нету миллиардовых газохранилищ и так далее. Это одна из причин, по которой я бы на месте Газпрома вообще перешел на сжиженный газ, потому что его можно хранить. Ты его когда сжижаешь на терминале, он у тебя в бочку уходит, и ты эти бочки можешь хранить хоть до скончания века. Ну, я утрирую, может, у него там есть какой-нибудь срок годности, но это как бы ты хотя бы его можешь реально хранить какое-то обозримое количество времени, сколько-то лет или как-то еще. Но проблема в том, что вот эти терминалы газосжижающие, они реально строятся по 8-9 лет очень долго. Они гигантские, они там, ну, не целый город, но это прям очень большое-большое предприятие. Вот. И, видимо, там ничего нельзя украсть и распилить, потому что Газпром этого особо не делает. У нас два таких терминала всего, и что-то нету такого, что там еще 15 строятся. Нас, возможно, угандошат после того, как это все будет говорить сейчас. Ну, не знаю, не знаю. Вот, опять же. Но, как бы, да. Поэтому, конечно, блин, я эту темку взял. Не знаю, просто мне понравилось. Ну, классно. Давай так. Ее еще, я увидел ее в канале одном, так скажем, коллег наших. Ну, просто это тоже подкаст, просто подкаст именно про сис-эдминство. Я его не слушаю, просто я на их канал подписан, там классные новости. Так. Вот одна из новостей была там сегодня, простите, такая. Отлично. Я подкаст, как говорится, про сис-эдминство не слушаю, просто рядом с Windows сервером стоял, да? Вот, да. Ну, ладно. Че? Пойдем дальше. Кстати говоря, сейчас твоя супербомбическая еще одна темка. Так что не расслабляйся. Подожди, подожди, подожди. Да-да-да-да. Ну, что, а там у тебя дубль гис? Нет, это я вижу. Я думал, там реклама между ними, но нет, реклама дальше. Ну, если хочешь, можно сейчас прям рекламу дать. Да нет, зачем? Че ты? Если б я кнопку нажал, просто ее дал, и в этот момент, пока она идет, передохнул, а так ее давать-то все равно давать, поэтому. Придется ротом давать, да. Вот, ладно. Дубль гис. Ну, собственно, что? Мы же про предыдущую высказали свое мнение, достаточно? Мы же только и делали, что высказывали мнение. Мне кажется, мы только мнением и говорили, то есть самой фактуры не было даже. Да, ну, как бы я ее попытался сообщить, но так себе. Короче, дубль гис, дубль гис, наша технологическая компания из Новосибирска. Вообще, я горжусь, что они у нас есть. Это действительно очень круто. Почему? Ну, кроме того, что их приложение, это вообще самое удобное приложение по картам, которое есть у меня на iPhone. Согласен. Вот, хотя я их приложением пользовался еще на PC. Да, да. То есть... Ну, понимаешь, дубль гис мы с тобой последний называем. То есть, они, наверное, там же в компании не помнят, что дубль гис и дубль гис. Ну да, они дубль гис ищутся. Ну, просто дубль гис, еще у меня чуть ли не на 98-й в Индии была программа. Именно, ну, они... Я вот смотрю, дата основания, 99-й год. То есть, реально, там, вот, возможно, на 98-й, может быть, на Millennium или на Windows 2000. То есть, на какой-то старой очень операционке у меня уже был дубль гис, именно там первая версия. Вот. И, блин, я бы даже сейчас, конечно, загуглил, как оно, как это выглядело. Ну-ка, просто за секунду. Два гис, первая версия. Такое вот в Google ввожу, смотрю картинки. Ну-ка. Да, да. Это именно то приложение, которое я видел. Там еще миллиард баннеров слева было. Ну, ты, наверное, тоже видел. Я тоже помню, да. Я сейчас тебе скину его в телегу. Просто, чтобы ты, так сказать, это... Ознакомился. Сейчас вспомнил, о чем я. Вот. Но на самом деле есть... Было, было. Есть микро-шанс, что я и до этого видел какие-то карты, но, может быть, они были не дубль гиса. Тогда, если честно, страшновато он выглядел. Вот я сейчас смотрю. Слушай, ну, за неимением, так скажем, вот ничего другого, это было реально круто, потому что он хотя бы работал. Он реально работал, и он прям, ну, норм. Да. Ну-ка, если тут смотреть, NGS, Техноград. У них раньше компания называлась Техноград. Вот. И у них, да, с 2001 года вот эта вот программа, которую я тебе скинул скрин, вот именно она в таком виде была с 2001 года. Вот. Поэтому, конечно, да. До этого был GIS Lord View. Сейчас я... То есть это тоже их проект, или, в смысле, это то, из чего появился дубль гис, да? Это тоже их проект, и из него появился дубль гис. Сейчас я тебе его скину. Опять же, туда же. И там, собственно, то же самое место. Видимо, это центр Новосибирска. Да, это уже выглядит смешнее. Это уже как будто какой-то редактор, который сам когда написал на Delphi. И будто такой вот редактор, не знаю, чего даже. Я на самом деле, мне кажется, не совру, если скажу, что и такая у меня тоже была. Просто именно еще с завода Виталик, батин друг, приносил мне на диски эту программу. Там именно базы надо было обновлять, каждый раз их скачивать там и так далее. Я тебе так скажу, так и в том, который ты вот 2008-й, там тоже базы надо было обновлять, скачивать, там это все. Вот у тебя типа свежий дубль гис, или у тебя какой? У тебя старый, знаешь? Ну да, такой просто вот, который первый я тебе скинул, такой я еще когда сисадмином подрабатывал, я такой еще устанавливал именно и обновлял клиентам. Я именно скачивал себе, возможно, уже тогда на флешку, хотя, может, и на диск точно не буду. Возможно, на CD-RV-шку. Может быть, да, и на CD-RV-шку нарезал, выходил, обновлял. Ну ладно. Короче говоря, дубль гис классные, мы единственные их называем все еще дубль гис, но дело даже не в этом. Дело в том, что мы с тобой в этом подкасте уже рассматривали там, я не знаю, 100 миллиардов выпусков назад, вот, как они делали приложение на Apple Watch. Вот, и они были одними именно из первых, кто вообще сделали умное приложение на Apple Watch. Не тупо уведомление от хостингового, от хостового приложения, так скажем, а реально полноценное классное приложение. Вот. Но мы не будем повторяться, они там превозмогали супер себя, вот, сделали и прям классно. И теперь они опять себя превозмогли и сделали, и теперь у них есть дубль гис под CarPlay. Да, да. Вот. И что это значит вообще, вот, в принципе, для людей обычных? Объясни. Кстати, да, здесь-то, между прочим, статья, она именно для iOS-разработчиков. То есть тут прям коды, прям куски, сниппеты, я бы даже сказал. Вот. И не пугайтесь, на самом деле, я как бы сам ни хрена не iOS-разработчик, но сниппеты, в общем, понятные. То есть как бы тот язык, на котором тут показаны, я не знаю, это Objective-C или Swift, вот, но он мне ясен как бы очень точно. То есть там, как и везде, есть непосредственно сам язык, языковые методы всякие, синтаксис, а есть методы, которые SDK-шные. То есть API-шки, грубо говоря, которые у тебя доступны как браузер API. То есть document, getElementById и так далее, это же не часть JavaScript, это именно браузерные, так скажем, методы, которые ты можешь использовать. Вот у них также есть SDK-шки у Apple на каждую, так скажем, платформу. Так вот, в чем, собственно, тема? Нам Иван, дубльгиз-разработчик, нам пишет вообще всю тему. Что такое CarPlay? Ты вот, Никита, как себе представляешь? Что такое CarPlay? Расскажи мне. Я себе представляю, что CarPlay это типа iOS-инька внутри тачки. Но такая урезанная iOS-инька. И не урезанная, и добавленная для тачки со своими фичами. Вот и я тоже так думал. А это? На самом деле CarPlay это всего лишь протокол для работы с дисплеем и с контроллерами. То есть CarPlay не надо обновлять. Ты когда свой iOS обновляешь, он у тебя как CarPlay просто цепляется и все. И у тебя новый CarPlay. Потому что CarPlay это просто экран и просто кнопки. Все. А они показывают то, что ты на него отправляешь. Ну то есть очевидно, что CarPlay разное, что у них есть разные экраны и разные кнопки. Но это у тебя в методах все закодировано. Что если экран тач, хотя мне кажется CarPlay не все тачевые, но неважно. То есть если там экран такого-то размера или такого-то, то ты там отсылаешь такую-то картинку. Короче, суть в чем? Суть в том, что CarPlay это не iOS, а это просто выделенный экран. Грубо говоря, ты в приложении ловишь, есть у тебя второй экран или нет. И если есть, то ты как бы на него можешь выводить CarPlay на говнище. Причем самое тупое, самое тупое, что чуваки на WWDC 2018, именно на 2018 представили возможность создания именно навигационных приложений под CarPlay. То есть CarPlay это уже не первый год есть, но именно в 2018 году на WWDC они рассказали, что там у нас, у них точнее, у нас, к сожалению, не у нас. У них, у них есть именно, ну как-то там это называется, типа, сейчас скажу, как называется. Ну короче говоря, кусок SDK типа MKMapView появился, условно говоря. Короче, появился, появилась обертка, в которую можно карты передавать. Ее не было. То есть практически класс. Появился класс для работы с картами в CarPlay. Вот как-то так. Так вот. И они сразу, чуваки с дубльгиз, блин, порадовались, вот, что, ну, что вышло. И чтоб ты понимал, сразу нельзя было ничего делать. Надо было именно отправить запрос в Apple. Что типа, вот мы разработчики, мы хотим делать софт для CarPlay. Пришлите нам. Так. И что, Apple прислали? Они далеко не сразу прислали. Они присылают именно какой-то там, то ли закрытый, то ли открытый ключ. Я как бы не очень сильно шарю в типографию, поэтому… Ой, в типографию, в криптографию. Да и в типографию тоже. Вот. В криптографию. Они, короче, прислали какую-то херню, благодаря которой можно было стало работать непосредственно с SDK. Так вот. И вышла лекция. Там, ну, чтобы ты понимал, WWDC – это же не только Keynote. Это еще и целая неделя, на которой непосредственно разработчики какие-то лекции дают о том, как чем-то там пользоваться. И вот там вышла лекция о том, что есть сэмпл-приложение Country Roads. И там рассказали, как работает с CarPlay. Country Roads, take me home. Вот с Fallout 7.6 мы все объяснили, как работать. Фу. Фу. С таким он лучше вообще не работает. Так вот. Как с CarPlay фреймворком работать именно с картами? Рассказали. Так вот. Все написали, что когда работаешь с CarPlay, приложение работает в режиме Background. Режим Background, чтобы ты понимал, это когда ты его свернул на телефоне. Ну, это да. Вот это я знаю. Вот ты же какой крутой. Оказывается, в Background, я-то вот этого и не знал. Я имею в виду по сравнению со мной. В Background там половина фич не работает. То есть это типа именно ограничения плоские для энергосбережения, для всего такого. Так, ну логично. Вот. А у них карта написана на OpenGL. Это предыдущее поколение рендеринга перед Metal, которое было. Вот. И все. И у них как бы они испугались, что все, не будет ни хрена работать. Ну, потому что он как бы, ты приложение типа свернул, но по факту то, что на CarPlay дисплее показывается, это оно не свернуто. То есть оно как бы развернуто, но не свернуто. Это сделано, чтобы CarPlay сильно не садил телефон. Типа. Вот. Я не знаю, если честно, кто набыдлокодил. Apple или мы, когда будем под это писать. Ну, как бы суть в том, что вот они, конечно, обосрались, что у них теперь вообще ничего не получится. Вот. Но потом, когда они начали уже непосредственно накатывать и на эмуляторе и так далее, приложение, кажется, не в бэкграунде работает. Пока непонятно, баг это или фича. Вот. Но да. Так вот. Самое, кстати, тупое еще, что дубльгиз оказывает, кроме того, что у них карта на OpenGL, у них еще и приложение бэкграунд режим вообще не поддерживает. Так. То есть, как бы тут уже не осталось вопросов, кто набыдлокодил, но неважно. Они потом очень быстро… А снова Apple. Уже он все грешит. Это все они вернули. Это Тим Кук лично. Да. В этот раз прям он. Так вот. Они потом выяснили, что оказывается, все-таки можно без бэкграунда, и у них отлегло от жопы и так далее. Ну, это неважно. Они еще поняли, что вместо OpenGL можно использовать стандартный MKMapView, а это именно дефолтная обертка для карт, которые именно Apple-овские карты. Но в нее можно подсунуть просто свои тайлы. То есть, не стандартные карты Apple, а именно просто свои тайлы. Просто именно объект, который рендерит это, это именно дефолтный MKMapView, а он как раз на металле. То есть, тут как бы тоже чутарик в это вышли из положения. Вот. Ну, короче, суть в чем. Здесь очень много, так скажем, примеров. Я какие-то сейчас разберу, я сейчас не помню, какие из них меня больше всего зацепили. Но пока я своими словами скажу, что документация от Apple до сих пор. То есть, статья сравнительно новая. Сегодня в 8 утра вышло. Ну так, чуть-чуть как бы старенькая уже, но в общем-то... Чуть-чуть протухла. Да-да-да-да. Вот. До сих пор нету внятной доки. Так. То есть, это в принципе, как нам пишет Иван, это беда Apple, что как только выходит новая какая-то тема, на нее нету доки. Просто. Она как бы вот вышла, из ДК вышел. И разбирайтесь как хотите. Есть максимум сэмпл-приложение. То есть, вот они сделали этот Country Roads, и они его раздают, как сурс. Вот. И они, чтобы ты понимал, кроме... То есть, нету доки. Они именно копались в Country Roads. Угу. Вот. И потом уже, когда они там... Были моменты, где они отчаивались окончательно. Но до этого я дойду. Это прям... Это стоит того, чтобы сказать прям реально. Короче, сначала они сделали все на симуляторе. У них более-менее там запустилось все. Вот. Он рассказывает. Есть, короче говоря... Вообще, Прил на CarPlay делится из двух, так скажем, кусков. Первый – это Base View. Это сама карта. С тайлами со всем говном. Это первый слой. И второй – это Templates. То есть, все всплывающие какие-то там контролы и всякие там подсказки, типа, поверните направо на 600 метров там и так далее. Это все уже отдельный. Отдельная хрень Templates. Соответственно, и то, и другое через разные конструкторы, через разные методы управляются. То есть, в Base View ты грузишь только тайлы, ну и они там движутся, соответственно. Там маршрут ты в нем простраиваешь и все такое. А в Templates ты грузишь конфигом практически кнопки, и что эти кнопки делают. Ну или там Panel, в котором изображается, когда ты прибудешь, сколько еще там километров. Ну, инфопанелы. Ну, ты видишь здесь на скрине. То есть, это отдельным слоем, и это, соответственно, отдельными методами ты их инициируешь. Ну, он здесь описывает, какие методы там, что и так далее. Вот. Показывает по частям, какие картинки у него получались, что там, пока контролов не было. Что он выяснил, оказывается, и в доке этого нигде не было. Что в контролы, сколько бы ты контролов в конфиг не передал, отображаются только первые три. Причем ни ошибок, ничего не выпадывает. Просто тупо. Все остальные как бы игнорируются и все. Это нигде, естественно, не указано. Это вот только путем проб и ошибок, соответственно, было выяснено. Вот. Потом, соответственно, он выяснил, что по документации, это в документации просто написано было словами, что типа тачскрин на приложениях для карт не работает. Что типа все движение осуществляется стрелочками, которые по углам надо срендерить. Ну, типа вверху стрелочка проскролить карту наверх, внизу проскролить карту вниз, ну и как бы влево-вправо, соответственно. Все, потом он выяснил опять, что эти стрелочки тоже надо отображать по отдельности, но они, эти четыре стрелочки, занимают один из слотов тех трех контролов, которые можно рендерить на темплейте. И, соответственно, если их сделать, то там только два контрола уже остается. И, грубо говоря, у них остались контролы плюс-минус, а контрол типа выровнять по моей текущей геопозиции пришлось упразднить. Так. Это полный отстой, типа. Ну, то есть реально, а что делать тогда? Вот. И он потом, оказывается, вышло какое-то приложение гугловское, именно про навигацию, и у них можно было пальцем двигать карту. Вот. И он такой, мы, говорит, как бы сначала охренели, типа как так вообще. Подумали, что типа именно для гугла специальные какие-то IP-шки сделали, которые, ну, практически, там еще он ржет, что они просто из одного кабинета в другой перешли на этажи, спросили пацаны, как вот тут вот сделать. Они им просто сказали как бы методы и все. Вот. Но потом они, он уже начал просто тупо сурсы SDK-шки смотреть и нашел там три метода, которые непосредственно обрабатывают движение пальцев, пинч-то-зум практически. Вот. Но в доке открытом тексте написано, что это невозможно. Но это реализовано. То есть как бы тут на этом, так сказать, говнище не закончилось. Уху. Вот. Потом он начал рендерить вот эту хрень, типа, что сейчас ограничение 60 км в час и так далее. Вот. И он нашел, опять же, в доке этого вообще не было, он нашел именно, что дополнительные контролы еще можно обузить и располагать, как будто бы это navigation session. Это, короче, класс именно навигационных вот этих элементов, что там поверните через 600. Ну, вот эти вот две всплывашки черные, которые ты видишь. Вот та, которая справа красная, 60-60 км в час, это по факту типа тоже информационная черная всплывашка. Просто они там, видимо, ее как-то заобузили там темной иконкой там и так далее прозрачной. И все. И у них заработало. То есть как бы даже, казалось бы, Apple, казалось бы, Apple-овские SDK, мало того, что он вообще не задокументирован, там еще и достаточно через костыли пришлось все сделать. Ну, слушай, ну я уверен, что если бы нас сейчас слушали разработчики, которые делают под iOS приложения, они бы тебе еще не такого наговорили. Там, скорее всего, много чего не задокументировано, так скажем. Вот. Но и с другой стороны, по Android, я думаю, то же самое. Ну, естественно. Просто меня это, если честно, немножечко поразило. Ты-то думал, там все уже. Хотя, опять же, да. Я-то тоже как бы даже с тем же Vue или с Lodash'ем у них до хрена что-то не задокументировано. И, слава богу, у меня WebStorm, в котором я могу сразу непосредственно в Сурсы перейти или фреймворка, или библиотеки. Вот. И там хотя бы посмотреть, что-то почитать там. И как бы, ну, мне будет понять. Потому что документация, ну, это досвидос, конечно, порой. Вот. Ну, короче, это все у них было на симуляторе. Или на эмуляторе. Не знаю, как правильно. Не важно. После этого они пошли там к начальникам и выпросили, так сказать, время и деньги на то, чтобы заказать именно CarPlay-комплект. Вот. То есть магнитолу какую-то заказали на каком-то, с какой-то машины. Запитали ее прямо на столе от обычного системника. От обычного блока питания системника, 12-вольтными скрутками. Вот. Запустили все там. Там, естественно, не сразу собралось. Там пришлось там что-то подтолкнуть. Им пришлось заново у Apple запрашивать ключи. Потому что ключи надо чуть ли не на каждый девайс на этап разработки запрашивать. Вот. Они заказали, соответственно, ключи уже вот, ну, на голову, вот на эту, на магнитолу. Вот. Ну и у них более-менее заработало. Вот. Потом начались проблемы с Viewport. То есть чтобы карта была край в край, вот. Там непонятно было, как это ловить. То есть там не было никакого, типа, если экран такой-то, то показывай столько, если такой-то там столько и так далее. У них до сих пор, говорит, есть в приложении HardCode, где просто умножили на 0.48 и на 0.15. Потому что посчитали, что вот именно вот такое соотношение будет более-менее адекватным на всех видах, так сказать, карплеев. Вот. Ну, собственно, он тут рассказывает, какие компоненты нужны для рендеринга списков. Что там, cp-list-темплейт. Но cp – это карплей. Не переживайте. Не то, что вы подумали, да. Да-да-да-да-да. Хотя, может, это тоже не задокументировано? Я не знаю. Тоже, может быть, да. Это потом грид-рубрик – это через cp-grid-темплейт. Ну и, соответственно, там поиск. Есть cp-search-темплейт. Причем самое тупое, опять же, что им писали прямо в поддержку, что на разных карплеях в серче вмещается там только один или два там каких-нибудь, ну, всплывающих этих. Вот. И или там, а, наоборот, они сделали, что вмещается только один, и там внутри одного скроллик как бы такой. А тут чувак пришел, видимо, у него Bentley или что-то такое, он написал в поддержку, что у него как бы полэкрана просто пустое, но внутри одного, так сказать, элемента из списка ему скроллить приходится. Вот. И они поняли, что бывают, оказывается, другие, так сказать, тачки, что в принципе по-разному оно рендерится, и что это автоматически ничего не скейлится, что это надо делать именно все вручную, и типа это тоже там тупняк. Ну, короче, такие именно, ну, сугубо уже практически фейлы. Там еще именно был момент, что когда дисконнектился Bluetooth, то есть именно не Bluetooth, а провод, а там большинство людей, они именно в карплей не по Bluetooth втыкаются, а через Lightning. Ну, как бы они заодно заряжают телефон. Так вот, именно когда отсоединялся через Lightning, телефон крашиваясь в приложение, потому что хук, типа отсоединение от карплей не отрабатывал. Вот. Но они тут забежали вперед, сказали, что все-таки сейчас Apple это починила, но на момент разработки они захукались не от этого, не от отсоединения карплея, а от отсоединения зарядки. Еще типа если заряд у телефона прерывается, то все, приложение тоже дропается. Потому что это значит, что стопудово от Lightning отсоединил. Потому что хук отсоединения от карплея не отрабатывал. Ну, смешно, конечно, это все. Вот. Ну и да. То есть... Да все, собственно. Не все, наверное. Сейчас я посмотрю там. А, анимацию им пришлось анимировать именно пошагово. Нарезать анимацию на кусочки через фор-цикл. И от 1 до 12 12 кадров показывать. Это, говорит, конечно, выглядит очень рвано и коряво. Но по-другому, говорит, пока нельзя. Вот. Плюс тут был именно тупняк с тем, что на праворуких машинах карплей инвертируется в другую сторону. И у них в приложении это корректно не отрабатывало. Они даже не знали, что у праворуких автомобилей типа это инвертируется. Это тоже им непосредственно как баг прислали. Они, возможно, сейчас так набили руку, что уже могут приложения под карплей хреначь прям на поток. Ну, согласен, согласен. Ну, говорит, им пришлось опять же еще сделать так, что алертов на карплее нету цп-алерт условно. И алерты все только на телефоне показываются. Типа, знаешь, разрешите доступ к микрофону. Вот эти. Им пришлось написать, ну, сделать, что когда такое всплывает, на самом карплее они сделали просто текстовые блоки, типа, а теперь на телефоне нажмите ОК, чтобы получить доступ к микрофону. Вот такого плана, потому что на самом карплее типа это то ли из соображений безопасности Apple так сделала, то ли из корявости. Вот. Ну, короче говоря, в итоге, собственно, Иван, он здесь еще хокетничает, так скажем, потому что он пишет, что типа, блин, чуваки, если вы знаете, как вот здесь не быдлокодить, а сделать нормально, типа напишите в комментах. Кого, чувак, тут как бы, ну... И сразу все карплей-мастера подтянулись в комменты. Вот, да. Там уж пишут, что уж если не медаль, то грамота и вымпел передовика производства вам точно нужно выручить. Это не ирония. Люблю ваше приложение за доскональную проработку местности. Еще бы голосов побольше для сопровождения. Прощай, Яндекс.Навигатор. Ну, то есть тут, в принципе, люди как бы, ну, действительно славят, вот. Ну, и я тоже вот у меня, к сожалению, до сих пор... Хотя, может, уже сейчас-то и достаточно, просто у меня тут не заойдено. Кармы недостаточно, чтобы голосовать. Я бы тоже прям плюсанул неистово, именно неистово плюсанул за эту статью, потому что, блин, у меня, во-первых, у меня именно моя, так сказать, программистская... Ну, короче, блин, я по-хорошему завидую, что они прошли этот путь, потому что вот такие первооткрытия, это, блин, прикольно, реально. Это именно классно, здорово, весело, как бы, и да, вот этим заниматься, что-то вникать. Вот я просто даже могу себе представить, какие чувства они испытывали, когда они откапывали эти методы, которых даже в доке нет, а у них даже работает, и, блин, это, конечно, да, это дорогого стоит, возможность поработать над такими вещами, вот, и в таком контексте еще и реально, там, одними из первых в стране, это действительно круто, я тут, так сказать, в пол кланяюсь и могу только, ну, по-доброму позавидовать Ивану и всей команде. Причем тут, собственно, судя по повествованию, практически он один это все и делал, то есть они, там, ему помогали люди, которые именно, там, дебажили, что-то там рисовали, там, что-то еще, но, в общем, и в целом он плюс-минус один это все делал. Ну, как я понял по повествованию, может быть, это и неправда, то есть, может быть, там, действительно, еще 10 человек, просто он так пишет, я, мы, ну, и он как-то так пишет, мы, как будто мы в компании Дубльгиз, не в смысле, что мы там, я там, Санька еще, там, Вова и, там, я не знаю, Сережа, а просто, как бы, мы, мы и все. Ну, блин, неважно. Суть в том, что все равно очень классно и, блин, реально круто. Блин, ну, тут что-то как-то прям Дубльгиз прям славим максимально. Максимально славим. Ну, это просто стоит того, и статью-то написал, так сказать, подробную и прикольную, поэтому... Да. Давай еще к нашим крутым чувакам. Во-первых, во-первых, мы сейчас с вами хотим поговорить также об одном чуваке, который один что-то делает, и один что-то пытается добиться, это наш дорогой подписчик. Он же подписчик наш, правильно? Он же не просто в чатике сидит? Ну, на Ютубе точно подписчик, но вроде не патрон. Я просто именно пытался вспомнить патроны, ну или нет. А-а-а, ну, окей. Выводивание. Наш, наш дорогой слушатель практически. Как нет? Да, точно он патрон. Я же ему стикеры отправляю, они не пришли. И сейчас буду переотправлять. Еще и патрон. Короче, вообще все. И подписчики, и патрон, и, в общем, просто замечательный человек. Дмитрий. Дмитрий. Абсолютно, знаешь, с тобой от чистого сердца. Пиарим его Twitch-канал. Дмитрий-к. Мы оставим ссылку в описании. Это смешно, потому что Дмитрий, Игорь, Кей, и нижнее подчеркивание, нижнее подчеркивание. Да, вот просто можете нажать, посмотреть. Кому интересны игры, кому классно посмотреть на юного 18-летнего пацана, который хреначит каждый вечер практически, как я понимаю. У него здесь есть расписание, как у любого приличного стримера, есть куда донатить, есть характеристики ПК, у него здесь все на канале указано, то есть можете зайти посмотреть, нажать отслеживать и обязательно поставить колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Так что на Twitch-е смотрите Дмитрия, оставили ссылку в описании. Он сейчас, кстати говоря, проходит Dead Space, но я так понимаю, он проходит вообще различные игры, то есть он здесь не останавливается на какой-то одной, у него написано, что он в будни в одной играет, выходные в другое, короче, прям классно. Ну я видел в выходные, как он в Майнкрафт играл, и на Майнкрафте у него достаточно много людей бывало, без шуток, у него там был онлайн, я не знаю, ну я не буду врать, но какие-то там десятки человек, вот, и да, сейчас вот он прямо сейчас играет в Dead Space, ну как бы я звук отключил, вот, но зрители могут смотреть, слушатели просто представьте, сидит чувак в белой футболке во Франции, да, и играет в Dead Space. Он во Франции? Он во Франции живет, да, да, да. Так это вообще, так это главное, так это его главная фишка, он вообще должен просто сидеть и всем рассказывать, как во Франции, что во Франции, как вообще, как учиться там на программиста и так далее. Пацаны, то есть всем, кому интересно, заходите, задавайте вопросы прямо в чате, вечером он вам ответит, короче, это прямо, это же кладезь. Он, возможно, даже по-французски может что-нибудь ответить? Ну, вполне возможно, я думаю, он там каким-то образом все-таки с ними общается, именно, ну, на их, так скажем, на речи. Тут достаточно тупо. По крайней мере, я видел, что у него есть вейп, значит, он может хотя бы купить там вату по-французски, хотя бы может жижу попросить по-французски, так что можно у него спросить что-то, в принципе. Ну, то да, я сейчас смотрю, что он там в Dead Space делает, и там именно по бреду, когда он целится из пушки, у него боезапас пушки загорается на самой пушке. Типа 50 патронов осталось, на самой пушке загорается. Вот. И на самом деле я это где-то видел, в какой-то суперстарой игре. Вот. Слушай, ну ты что начал-то? В стилистике Хейла. Вот. Но я саму Хейла, очевидно, не играл, я так, насколько понимаю, да иксбоксовский эксклюзив. Хотя, по-моему, первый Хейла и второй Хейла был и на PC. Вот. Но я не буду спорить, я просто не помню. Вот. И в чём-то подобном, именно тоже космическое, фантастическом, там тоже именно сколько патронов осталось, на самой пушке писалось. Вот бы у нас писалось на самой пушке, сколько у нас патронов осталось. Ну, у нас на самом Патреоне пишется, сколько у нас патронов осталось, поэтому да. Хорошо. Можно посмотреть и там. Да. Заходите, опять же, к Дмитрию на Twitch, как я и сказал, ссылку у нас есть в описании, мы оставили. Значит, следующая тема про медиум. Причём про антимедиум. То есть, вы думали, я сейчас буду рассказывать, типа, какой медиум классный ресурс, а на самом деле я практически и скажу дальше, что я солидарен с неким Полом Энтони. Я не знаю, откуда ты вообще вырыл эту тему, но... На Web Designer News, я думаю, она была. Короче говоря, здесь один чувак, он, в принципе, тоже, как и мы, его мнение совпадает с мнением редакции. Он говорит, что давайте, пожалуйста, все мы перестанем использовать медиум сейчас. Потому что, говорит, медиум это рак, это троянский конь, это фейсбук. Он здесь как бы, ну, для блогинга. И он говорит, что... Абсолютно без шуток, на самом деле, правильно всё чувак говорит, что медиум – это та хреновина, на которой мы действительно почему-то теперь должны заходить под сран... Вообще в их сраном вот этом вот во всём заходилке, в их логинке в этой, через какой-то там клиент обязательно, и... То есть, чтобы что-то почитать. И ладно, мало того, что заходить нужно под чем-нибудь, под какими-нибудь веществами, под какими-нибудь социальной сетью, но ещё и нужно платить бабки за контент. То есть, кто-то пишет статьи, практически, условно говоря, как будто в свободном интернете живя. Там, знаешь, наверное, пишет статьи про то, как классно быть свободным, там, и так далее. А в итоге эти статьи платные, то есть, ну, это немножко как-то не вяжется вообще, в принципе. Особенно, если вспомнить начало эры медиума, когда они были такие все до хрена для людей, они были все такие типа про комьюнити, про то, что надо писать классно прям у них, только у них, всё. И тут вдруг они, короче, становятся вот такими. И больше всего, конечно, бесит, что действительно есть платные посты, их очень много, и там три поста прочитал, четвёртый платный. То есть, ну, это охренять можно. И так как медиум становится уже одной из главных платформ, где, в принципе, собираются какие-то прикольные статьи, это становится уже как Китай. Они просто в какой-то момент могут перекрыть, что они делают, перекрыть доступ к информации и приходится, то есть, играть по их правилам. Я считаю, что это, ну, супер некрасиво, особенно в 2К 29, в котором мы сейчас живём. То есть, ну, это просто как-то не очень. Здесь чувак призывает обратно вернуться, откатиться немножко на свободный интернет, возможно, писать в своих, на своих ресурсах, то есть, дать как бы бой медиуму и не позволять им, короче, вот так настолько наглеть. Ну, не позволять, соответственно, рублём, как вы понимаете. То есть, просто и не делать им контент, и не оплачивать, соответственно, не читать. Просто я помню, что мы с тобой ещё давно, очень давно, я не уверен, что вообще хоть кто-то помнит это, я думаю, что никто не помнит. Мы с тобой говорили про медиум в плане того, что они обезличивают контент. У нас с тобой это было, у нас там целая статья, по-моему, про это была, а может быть, мы так чисто с тобой, как идею, это говорили. Мне кажется, мы говорили, и раз уж ты мне дал слово, я ещё не стал тебя перебивать, коротенечко скажу, что если под их говном не сайнынится, то бесплатные статьи, в принципе, даёт читать, но он и сверху, и снизу закрывает тебе обзор тупорылым говном, который всплывает, типа, зайдите, войдите, а вы точно вы, это вы. И там остаётся именно вы. Это не вы. То есть он боится ещё, боится, что это не вы. Да, и именно на моём ноутбуке 13-дюймового у меня замочная скважина просто остаётся посередине, через которую я это еле-еле могу читать, и это, конечно, противно, просто до свидос. Так вот, я просто, в натуре, вот хочу, не шучу сейчас абсолютно, я сейчас обращаюсь ко всем, кто нас слышит и смотрит, и особенно, кто предлагает темки. Чуваки, давайте попробуем игнорировать медиум какое-то время, или вообще навсегда его будем игнорировать, потому что это супер бесит. То есть если они вообще не изменятся, то нахрен они нужны, потому что, да, я знаю, что там много классных статей, мы рассматриваем практически как минимум одну статью в каждом подкасте, кроме сегодняшнего, получается. Вот, сегодня вроде не попало, ничего, тьфу-тьфу-тьфу. И как-то бесит, ну просто тупо. Если чуваки вас так же бесит, то как бы это просто говорит о том, что надо отказаться от этого, мне кажется. Как, собственно, вот и чувак в статье написал, что хватит использовать медиум. Ну вот. Ну, блин, я могу только сказать, что полностью согласен с Никитой в этом вопросе. Здесь, конечно, вот сайт, на котором это конкретно выложено, он как-то не блещет вообще юзабилити, какой-то он беспонтовый. Ну там чуваки в комментах этому чуваку приводят как раз, что, а что это, как это, мы хотим на медиуме, там все просто, там типа сиошится, все классно, короче. Вот. Ну, в общем. Господи, а как они сюда тогда попали? Ну, то есть. Я не знаю, как они сюда попали. Видимо, тоже, как ты, из веб-дизайна в Ньюс. Да. Третьего не дано. Либо никак, либо через веб-дизайна в Ньюс. Чувака сейчас зовут Пол Энтони по бреду. Это как будто имя музыканта какого-то. Так он, может, и так музыкант был нормальный. До того, как пост про медиум написал. Короче говоря, вот так. Ну, я не знаю, хочется прям, то есть, чуваки, я серьезно говорю, хочется прям у нас в подкасте объявить. У нас достаточно панк подкаст, мы используем Firefox, то есть у нас, в принципе, достаточно про свободный интернет, я считаю. Поэтому можно на Firefox и не открывать медиум вообще, то есть, почему нет? То есть, я считаю, что надо уже максимально, максимально очищать себя в подкасте от гнили, так сказать. Это хорошая идея. Мне только такое интересно. А вот, например, UX Design CC. Они медиумный движок используют, но они как бы там не заставляют тебя сайныниться и все такое. Ты имеешь в виду, поддерживаем ли мы тем самым, что мы используем, что мы их читаем там и открываем их, делаем им как бы заходы? Не знаю. Я не знаю насчет заходов, я имею в виду просто такое игнорировать или нет. Такое. По идее, как бы не хочется, потому что там хороший контент. Да. Но с другой стороны... Они просто там не борзеют. То есть, вот я захожу на UX Design CC на любую. Так. То есть, что, борзеют? К сожалению, там тоже всплывает такое же говно. То есть, там просто все статьи, видимо, бесплатные. То есть, там нет такого, что, ой, чувак, ты уже три статьи прочитал, пошел-ка ты в жопу. Но именно и снизу, и сверху там есть, конечно, говно. Хотя вот нет, нет, нету. А именно, когда у меня маленький. А, потому что у меня тут Зойдина. Когда у тебя маленький. Сейчас, подожди, я вернусь. Давай сделай, чтобы у тебя большой был. Ну да, вот когда у меня большой, там сразу плюс замочная скважина. Я сейчас нашим зрителям продемонстрирую. Слушатели, просто представьте. Вот так выглядит у меня окно Safari на... Когда у меня именно 13-дюймовый мой ноутбук. И тут, ладно, сверху именно Sign In Get Started. И под ним еще строчечка меню UX Collective. Типа Top Stories, About там и так далее. И причем, я тебе сейчас скину скрин. Это стоит того, чтобы ты как бы мог тоже поддержать разговор. Ну-ка. Так вот. Куда ты меня скинешь? А, я в телегу. Понял. То есть, вот смотри, верхняя беленькая не скрывается. Верхняя синенькая не скрывается. И нижняя, вот это еще Never Miss Story. Я понял, я понял. Ну ты и в замочную скважину. И у тебя остается реально замочная скважина. Просто очень тупо, что синяя не скрывается. То есть, это как бы менюшка. Потому что, когда зойдина, она скрывается, естественно. Только ты чуть-чуть скральнул, у тебя сразу замочная скважина раздвигается со всех сторон. Ну, типа им хочется, чтобы ты Get Updates нажимал сильно. Ну, короче, это полный антипаттерн. И за это надо на яйцах подвесить. Примерно как звукорежиссера GoPro. Потому что, как бы, ну, так жить нельзя. Это полное. Да. Это не круто совсем. Да. Да, да, да. Короче, бойкот объявляем медиуму с этого. В этот раз все. Больше не предлагайте, чуваки, с медиума ничего. Даже если вы сами туда напишите, и там будет написано, что дизайн крутые, все равно не предлагайте. Это да. Давай. Что там? Вебкит, фичи, в Safari. 12.1. 12.1. 12.1. Так. Сейчас я, сейчас я, сейчас я. New WebKit features in Safari 12.1. То есть они что-то делают. Давай так. Они новые фичи в натуре делают в Safari. Я напоминаю, мы в этом подкасте уже, я неоднократно это говорил, и мы с тобой обсуждали, что как только близится к WDC, они активизируются. Они начинают работать. Они начинают резко что-то делать, работают. У них выходит новая мажорная версия, так скажем. Вот. Какие-то движки. Потом хоп, и где-то, знаешь, с августа все, они в анабиоз впадают до следующего апреля-марта, потому что в мае, в июне WWDC. Вот. И, конечно, да, работа это не назвать. Я не знаю, может они что-то там другое пилят в эти дни. Может это та же самая команда, которая CarPlay'ем занимается. Она как бы и браузером занимается, я не знаю. Вот. Но, опять же. Ой, простите. Ну, давай. Что, опять же? Бензи кончится. Прямо на теме про вебкит. Опять же, по, так скажем, готовности и по скорости выпуска фич, судя по всему, в натуре команда CarPlay'я трудится, потому что как-то прям, ну, очень, очень не быстро это все. Ну, давай перейдем непосредственно к мясу, так скажем, к сути этой темки. В ней нам рассказывают конкретные примеры, что-то новое выходит. Ну, причем, смотри, статья-то реально 5 апреля, то есть ей уже месяцок. Так вот. А кроме того, что этой статье месяцок, тому, о чем в этой статье написано, тоже как минимум месяцок. Потому что, например, здесь Dark Mode for Web есть. И мы с тобой это уже обсуждали в подкасте. Что в Safari теперь есть поддержка медиазапросов. Вот она, собака Media, prefers color scheme dark, либо light. И, соответственно, если у чувака стоит в macOS или в iOS сейчас стоит ночная тема, ночной режим, то у него и сайты, если у них на этих сайтах, так сказать, сделана поддержка. Ну, короче говоря, если у чувака включен или в iOS или в macOS темный режим, то в браузере сработает медиазапрос, что у чувака включен темный режим. И в зависимости от этого ты, соответственно, можешь каким-то образом стилизовать CSS-ом свой сайт под темный режим. Ну, смотрите, я опять же… Слушатели, просто представьте, зрители, смотрите. Это только в Safari, естественно, работает. Вот я в Safari открою сейчас эту темку. И сейчас я зайду к себе в настройки и включу темный режим. Потому что у меня сейчас, ну, как бы, не темный режим, естественно, на… вы поняли, где? На компьютере. Вот я включил темный режим. На твоем macOS. Да. Вот я включил темный режим, и вот сайт окрасился в черный весь. А, кстати, справедливости ради в Firefox тоже. Так. Либо Firefox подсуетился. Я думаю, что это потому, что это лучший браузер, свободный. Да, да. То есть на Firefox реально то же самое. Я зря на Safari показывал, только время потратил. Лишнюю секундочку. Вот. Сайт окрасился тупо в черный. Ну. Сейчас я верну опять светлую. Ну, короче, вы видели, слушатели, просто представьте, что если вы CSS-правило сделаете какой-нибудь класс dark, вот, то вы этот класс сможете подсвечивать, если вдруг медиа-запрос prefers color scheme стал dark или light. Именно dark. Dark. Да. Это первое. Второе. В iOS и даже в macOS тоже. На самом деле это все справедливо для обеих Safari, для обоих. И десктопным, и мобильным. Да. Там есть умная хрень, которая отключает трекинг. От этого очень сильно бомбануло у всех рекламодателей, потому что это фактически отблок, который прям нативно в айфонах есть. Это кайф. Если его, конечно, включить, как бы, но по дефолту он включен. Так вот. И он прям, они пошли дальше, и здесь еще более круто все не отслеживается. То есть там именно сделано так, что куки там и всякие другие такие штуки, они прям вообще почти везде выключены. Но тут просто на самом деле достаточно обтекаемо написано, что типа у нас теперь intelligent, классно, wow. И все. То есть, ну окей, intelligent, классно, wow. А на самом деле есть отдельная статья про каждую вот из этих фич, о которых я говорю. Именно у них на веб-кит-блоге, у них есть отдельная статья. Это про куки. Хорошо, хоть не на медиуме. Согласен, а то бы пришлось замалчивать. Ну как бы есть, как бы, ну статья, как бы, что-то можно там делать, как-то. Так вот. Короче, тут с куками очень круто, что там даже у тех, которые есть, и то они через 30 дней там протухают, вместо того, чтобы там не протухать никогда или там все такое. Хотя, насколько я помню, у куков это и так по дефолту протухание через 30 дней. Если ты не сделаешь, только по умолчанию, там типа минус один. Expires минус один. Ну ладно, не важно. Ну хорошо, хоть не у пуков я просто держался. Ну слушай, я чувствую, что ты прям держал в себе долго. Почему-то я еще ни одного звука не услышал. Куков? Ну, который посторонний. Не, она тихо, тихо достаточно пукает. А, ну понятно, ну ладно. Payment request API. Новая супербезопасная пиха для Apple Pay в браузерах. То есть она теперь именно под капотом чуть-чуть по-другому работает. Она забирает из кошелька, из настроек Apple Pay, типа там предзаполнение адреса, там карточки и так далее. То есть она и получает к этому доступ. Но все как-то супер классно сделано через payment request API. И именно очень теперь, ну то есть это не единственный способ имплементировать Apple Pay в браузере. Можно не через payment request API, а просто топорно как-то там вызвать Apple Pay и все. Но через payment request API более это безопасно и удобно. Вот, кстати, дальше это интересная фича. И я вот не знаю, от начала конца или нет. Я попробую с тобой посоветоваться. Вдруг у тебя есть какие-то идеи по этому поводу. Улучшение WebRTC. То есть WebRTC это протокол для передачи видео, то есть как мы знаем с тобой, да, в прямом эфире, так сказать. То есть почти то, что мы сейчас с тобой делаем, ой, я по Skype. Передаем видео в прямом эфире. Только мы, ну не видео, мы аудио с тобой передаем. Но вот практически WebRTC это вот то же самое, что Skype. Можем смотреть друг другу, так сказать, в глаза и да. Так вот в iOS и в, не в iOS, вообще в любом Safari, опять же, и в мобильном, и в десктопном, там поддерживается только кодек H.264 видео. То есть если вы работали когда-нибудь с HTML5 видео, то вы знаете, что в сорсах надо обязательно H.264. Если вы туда в EP8, в гугловский сунете ролик, то он его просто не схавает, скажешь, пошел к ты в жопу, чувак. Вот. Кстати, могу сказать, к сожалению, что, хотя нет ни к сожалению, не помню, я вот просто работал с видео на предыдущей работе, и где-то у меня H.264 тоже коряво работал. Ну там с аудио было. То есть там вот M.4 аудио, оно не проигрывается нормально на Google Chrome. Там надо, короче, MP3 использовать, чтобы было и там, и там нормально. Вот. Потому что, опять же, VP8, вот это аудио, WebP, WebM, там или как это называется, все эти кодеки, я путаюсь все время, оно в Safari не поддерживается. И, соответственно, практически единственный вариант – это либо два звуковых файла каким-то образом передавать, либо в стрим это запаковывать, либо, соответственно, MP3-шным файлом каким-то это делать. Так вот, я к чему. В WebRTC они добавили поддержку VP8 кодека, но только через WebRTC. Это сделано для того, чтобы вот все-таки у них работало с центрального сервера, если VP8 кто-то передает, то чтобы на айфонах тоже показывалось в Safari. Вот. Но, опять же, Apple по умолчанию и везде просто видео поддерживает только H64, потому что оно работает на уровне чипа. То есть декодинг H64, он на процессе делается, то есть без программных инструкций, он делается именно с помощью процессорных инструкций, опять же, железных. Что говорит, ну, что точнее ведет к меньшей разрядке тупо батареи. Power efficiency полный. Вот. Но в WebRTC они именно сделали поддержку VP8. И мне вот интересно, это значит ли, что они, в принципе, прогнулись и когда-то они это сделают и будут поддерживаться и просто в браузерах, как видео? Или это просто какие-то там, я не знаю, разве акции? Им для себя надо было, они сделали как бы и дальше в это вот не будут развиваться. Как ты считаешь? Не знаю, мне кажется, они, скорее всего, будут дальше развиваться, потому что... Ну, они, походу, спалились, что все-таки нельзя так, нельзя так сильно гнуть линию. Тем более, что в Safari что-то перестали сильно гнуть свою линию. Мне кажется, что они будут так же расширяться. Именно в ширь смотреть. Ну, вот, да. Не как Китай, к сожалению. Нет, никак, нет. Вот. В этом отношении меня, конечно, немножечко расстроило. Вот. Но, опять же, блин, где я и где Apple? Apple. Где Safari? Да. То есть, ну, видимо, у них были, так сказать, какие-то причины так сделать. На это причины? Вот. Поэтому, в общем-то, и насрать на них. Ну, вот, согласен, да. Да. Собственно, дальше... Мы, тем более, что мы в открытом беде. Вот, да, да. Нам-то че. А, собственно, дальше здесь внутри тоже в Media Source Extensions, это API такой. Кстати, блин, я один пункт пропустил. Они сделали более крутое шифрование внутри медиа, когда зашифрованы видео и аудио контент по Netflix, который нельзя там не перестримить, там, и так далее. Опять же, я с этим столкнулся, когда мы пытались каким-то образом area streaming делать. То есть, вот есть какой-нибудь вебинар идет на Cisco WebEx, например, и ты не можешь просто взять его поток и у себя подвесить, потому что он зашифрованный. Тебе надо именно со стороны клиента его расшифровывать открытым ключом, там, и так далее. Вот, вот работа вот с этой вот хреновиной теперь у них улучшена. А пишку они там что-то доработали, она теперь без префикса WebKit, там, и так далее. Ну, короче, какая-то унифицированная. Я так понимаю, это, опять же, шаги в сторону всяких Netflix и так далее, чтобы это все в Safari лучше работало. Вот, потому что, ну, блин, чтобы рынок не просрать. Хотя, по-моему, насколько я помню, они с Netflix как-то круто запартнерились из-за Apple TV+. Да-да-да, у них же там какая-то суперпрограмма, да. Да, вот, поэтому я думаю, что это вот к этому идет. Собственно, и, опять же, может быть, следующее, вот то, что в Media Source Extensions теперь внутри одного Source буфера ты можешь менять кодек и контейнер, не перезагружая весь Source и весь Source буфер, что, соответственно, у тебя будет... Короче, ты, как на YouTube, сможешь, знаешь, ты менять 720p на 1080p, и он, хоп, и очень плавненько меняется. То есть не как раньше прыгает с солнышком чуть-чуть и новый начинается, а именно как будто ты и не заметил. То есть он у тебя подгрузил, допустим, буфер там до какой-нибудь 12-й минуты, вот, и ты до 12-й так и досмотришь на 720p, а после 12-й, хоп, у тебя уже Full HD идет. И, ну, то есть в Google Chrome это так работает сейчас. В Safari так не было, там до сих пор был вот такой скачкообразный моментик, вот. И сейчас опять, ну, и теперь они имплементировали, видимо, как в Chrome через Change Type, что в рамках одного буфера это меняется, вот. И глазу, собственно, не видно, не виден вот этот скачок. Ну, собственно, это давно уже, блин, работает. Это речь идет про Safari 12.1. Safari 12.1 вышел там чуть ли не месяца три назад. То есть у меня сейчас, блин, у меня сейчас Firefox, сейчас скажу, какой у меня Safari. Ну, собственно, у меня 12.1 и есть. Я же сейчас не бета-пацан. Вот. Ну, в общем, это уже было, и теперь в Safari тоже вот такая штука есть. Это круто. Это вот конкретно это, это прям вот даже мы с тобой можем сразу наблюдать на YouTube, это не то, что там они для себя это сделали, это, ну, опять же, очевидно для себя, то есть это им как бы, ну, нужно для их там новых каких-то партнерств там и так далее, но неважно. Так, далее у нас Insertion Intersection Observer. Это опиха, которая говорит о том, что какой-то элемент стал visible, то есть до него доскроллили. То есть теперь не надо там ловить по скроллам, смотреть сколько там от вью-порта прошло, высчитывать это все JavaScript. Теперь есть просто опишка, которая говорит о том, виден этот элемент или не виден. Если он виден, то там подгружать изображение внутри него. То есть это поможет намного более комфортно реализовать лейзи лод в Safari, например. Потому что вот раньше этого не было, теперь есть. WebShare API — это такая штука, которая ты можешь правой кнопкой выделить текст прямо в тексте каком-нибудь. Опять же, простите за тавтологию. И сразу есть нативный этот диалог поделиться. Ну и там, короче, как в iOS ты понимаешь, там сразу можно выбрать поделиться там в Телеграме, там бла-бла-бла. Вот я сейчас, например, нажал, выделил часть просто в Safari, нажал «Поделиться» в Телеграме и в наш чатик кинул. Сейчас посмотрим, что там прилетит. Вон прилетело. Просто тупо текстом прилетело. Сейчас попробую ссылку какую-нибудь, ну-ка, правой кнопкой «Поделиться». Кстати, да, зрители, вы просто представьте, слушатели там можете посмотреть. Я прям... Ну, вы это... Ты мечтаешь, что слушатели уже смотрят, а зрители представляют? Да, у нас так, да. Здесь, соответственно, по дефолту всякие почта, iMessage, AirDrop, заметки, напоминания, ну и у меня Телеграм есть. Вот я отправляю опять в Телеграм именно вам ссылку на Safari 12.1 Release Notes. Ну, просто текстом. Просто текстом прилетел. Не-не-не, сейчас я именно ссылку сделал. Что-то она вообще не прилетела. Мне прилетело... Не, мне просто написалось Safari 12.1 Release Notes. Блин, дерьмо. А у меня даже и нет этого. А вот, вот, сейчас только появилось. Блин, ну тупняк. По идее, ссылка по-другому должна делиться. Но, видимо, они не имплементировали нормально все еще. Лошары. Ну, не знаю. Не хочу сейчас я траблшутить это. Вот. Но, короче говоря, должно быть норм теперь. Ты видишь здесь URL, по идее. Навигатор Share и URL. Возможно, API-шка-то появилась, а сами-то они ее еще и не пробовали. Ну, не знаю, я правда. Я сейчас попробую через мобильный Safari это сделать. Поделиться. Но я ссылку сейчас тоже отсылаю. И... Ну вот, нет. Тут уже ссылка прилетела. То есть в мобильном Safari уже сделали. В десктопном, как обычно, блядь. Лошары. Теперь есть Input Type Color. Я не знаю, был ли он в Chrome уже, например. Но теперь есть. Теперь можно выбирать цвет. Сразу нативный вот такая вот хреновина вылазит. А, это причем я сейчас в Firefox нажал. Значит, в Firefox есть, опять же, свободный веб. Свободный веб. Свободный веб forever. Я бы даже сказал вот этот бред. Вот, ну да, всплывает сразу Color Picker. Как это бред. Вот. И это круто. Он удобный. Data Lists. Это, короче, Select с автодополнением. Тоже новый Input элемент практически. Теперь в Safari он поддерживается. Причем я, кстати, смотрел. Я смотрел. В мобильном Safari он очень круто поддерживается. Там именно вот используется вот эта хрень, которая над клавиатурой, понимаешь, да? Вот эти suggestions. Вот он туда прям их добавляет. Короче, они гениальны как-то. На мобилах намного гениальнее они делают, чем на десктопе. Ну, блин, с учетом того, что у меня последняя macOS постоянно тупит с Wi-Fi, особенно со скрытыми сетями, потому что у нас на работе скрытая сейчас Wi-Fi сеть в офисе. Вот. И хочется просто плюс помойкой сделать вообще максимально. Ну, вот на телефонах пока держится, и на телефонах пока нормально работает. Так что да. Beta Text Decorations. Теперь есть свойства CSS-ный Text Underline Offset и Text Decoration Thickness, которые позволяют подчеркивание у Text Decoration Underline либо отодвигать попиксельно, либо, соответственно, толщину задавать этому подчеркиванию. То есть теперь можно именно балдежно всякую хрень делать. Ну, супер, наконец-то. Раньше это эмулировали через там Border Bottom какой-нибудь, либо через градиент линейный. Теперь можно вот нативными способами делать. В том числе есть свойства, есть значение этих свойств From Font, который просто будет смотреть, если это какой-нибудь шрифт, у которого там длинные буквы, то у него будет ниже чуть-чуть эта граница. Если короткие буквы, то выше. То есть она будет под шрифт подстраиваться. Это круто. Согласен. Дальше улучшение веб-инспектора, в котором здесь, соответственно, добавят… Теперь на таблице кукисов можно множественно выделять кукисы. Ни хрена, да, инновацию завезли? Там по одному только можно было, там нельзя было с шифтом выделить. Вот теперь можно. Ну, на самом деле, я ерничаю. Там, в принципе, есть еще изменения. Они там на вкладке ресурсов показали. Есть теперь вкладка безопасность. Там прям сертификаты есть для каждого типа файлов там и так далее. На вкладке timelines, то есть сеть, или как она там по-русски называется, видно, какие события там с кодом относились. Ну, типа, код выполнялся, а на каких подгрузка файлов. На самом деле, скорее всего, вот это конкретно уже все стопутово есть в хроме. То есть там инструменты разработчиков, конечно, намного побаче, чем в сафарях. Вот. Но я могу сделать, могу послать Apple ментальный сигнал только один. Вот я все еще для жизни, я пользуюсь сафарями. То есть мне, в принципе, они нравятся. Я привык, как там закладки работают, там они меньше садят батарею и так далее. Но, но. Например, для работы. Что мне нужно для работы? Мне нужно для работы расширение для браузера. И для хрома, видимо, какой-то хороший, простой SDK. Потому что для хрома есть расширение на любое говно. Но на сафари их нету вообще. Ну, практически нету. То есть там даже VK Opt, который мы раньше там использовали для ВКонтакте, ну, а я до сих пор использую, он был одно время для сафари, но сейчас его убрали, потому что, типа, там какой-то SDK сложный. Что, типа, вот для сафари меньше 11, она работает. А вот больше 11, видимо, они там... Короче, блин, Apple, сделайте нормальную возможность юзерам делать что-то для вашего браузера. И тогда им будет пользоваться намного больше людей, я вам гарантирую. Потому что... Ты имеешь в виду, что ты скажешь, если будешь... Если вот перед тобой будет чувак из сафари сидеть? Конечно, да. Что, если я окажусь перед ним? Я ему вот так и скажу. Чувак, хочешь, чтобы ваш браузер... Если у вас есть реально цель, чтобы браузером пользовалось больше людей, сделайте удобный SDK для его расширения. Потому что Google Chrome выиграл, я считаю, вот это мое мнение, и только из-за расширения. Ну да. Нереально. Почему Apple выиграл с iTunes? Потому что они там... Вообще Apple с iOS выиграл изначально. Изначально. Сейчас уже вот что-то не очень выигрывает, а изначально. Потому что они сделали удобную платформу для других людей. В чем Стив Джобс всегда говорил. Нам надо сделать не продукт, нам надо сделать площадку для чужих продуктов. И как бы все было классно, пока он придерживался, так сказать, и компания придерживалась этой догмы, так скажем. А теперь они как будто бы ее не придерживаются. Вон с CarPlay'ем пацаны мучились, не могли ничего сделать. Вот уже хотят ребята сделать прилы. А не получается. Потому что ни документация, ни хрена. Слава богу, хоть что-то там реализовали, хоть и не задокументировали, и в итоге как-то, ну, можно что-то сделать. Но вот с Safari'ами, видимо, и нельзя. Потому что до 11-й версии вот этот VK-опт работал, а после 11-й уже нет. Вот. Поэтому, конечно, это грустно, и я искренне надеюсь на то, что что-то как-то они начнут... Ну, у меня, кстати, на Chrome работает, если тебя успокоит. Что работает-то? VK-опт. Да я знаю, у меня на Яндекс.Браузере тоже работает. Я просто к тому, что хотелось бы на Safari. Хотелось бы? И хотелось бы, чтобы Vue DevTools тоже работали на Safari. Но, видимо, они там не работают, собственно, по той же причине, что и VK-опт. Но, видимо, они как-то там что-то закрыли, какие-то доступы, начиная с 11-й версии. Шлюзы. Шлюзы, ну, и все. Причем на Firefox по-прежнему доступно. То есть как бы есть именно Firefox-овский аддон. Ну, свободный интернет, сам понимаешь. Согласен. Свободный веб. То есть с Firefox как бы все еще норм. Вот. Но, чуваки из Apple, если вдруг вы знаете, что делать, сделайте, чтобы другие люди могли тоже. И все будет классно. Могли тоже. Согласен. Ору. В общем, пойдем к тем, кто тоже может. Пойдем к тем, кто тоже может. У нас есть дорогие наши. Вот если бы, знаешь, мы с тобой были. Тимур Кизяков. Хотя уже плохо таких помнят, да? И Тимур Каштан-Батрудинов. Знаю. Они вдвоем. Они вдвоем обычно вели передачу. Так. Вот. Значит, мы бы всегда в гости, каждое воскресенье с утра, ходили бы к Smart Tape. То есть мы приходили бы к ним. У них всегда накрыто для нас. Всегда, значит, есть чай. Всегда есть печеньки. Всегда есть хорошие выделенные сервера. Всегда есть безлимитные хостинги. Все это есть на Smart Tape. Как я всегда это повторяю, если вы вдруг первый раз слушаете сегодня, я вам говорю, отличный хостинг. Абсолютно доступный и сделанный по всем российским канонам. Не в плане, в смысле, там, я не знаю, что-то плохое. Я наоборот, в хорошем смысле слова. То есть сделано качественно, сделано с умом. С умом. Раз по российским канонам, то с умом. И сделано, так сказать, по всем законностям русским. То есть... А у нас есть закон, если что. Вот по нему сделано. Smart Tape, да. Заходите по нашей реферальной ссылке обязательно eubesign.ru Слэш смарт-тейп. Регистрируйтесь. Оплачивайте, например, безлимитку. Я буду так говорить. Безлимитку оплачивайте. На годик. И просто посмотрите, как ваш сайт живет на этом хостинге и здравствует. И просто... Просто можете даже попробовать свой хостинг обычный, сменить на хороший смарт-тейповский. То есть тоже никто вам не запрещает попробовать. Тем более, что там какие-то сущие копейки это все стоит. eubesign.ru Я от себя добавлю, что у них в конфигуратор аренды серверов, именно которые выделены из серверов, дедики, если угодно. Dedicated. Так вот, у них добавили в конфигуратор варианты с новыми корками i9, 9000-ми. Ну и там и i5, и i7 тоже 9000-ми. Просто именно Intel Core i9 16-ядерные, частоты 5 ГГц. Вот. Там прям даже такие есть теперь. И это очень круто. То есть смарт-тейп реально идет в ногу со временем. Это новое железо. Оно прям вот-вот оно вышло вот совсем недавно. Все ксионы новые там последние. Просто досвидос. Че? Таких в магазинах еще не... И яички ксион? Да. Их в магазин еще не вовсе завезли. А на смарт-тейпе уже можно такой сервак арендовать. Это просто поражает ображение. Я считаю, что это супер возможность попробовать. Нормальное железо наконец-то. Вот именно. Тем более там NVMe и SSD-шки сверхбыстрые. По 3000 мегабит в секунду чтения и запись. Слушайте, я считаю, вот это просто то, что нужно вам сделать уже очень давно. Все ссылки, естественно, в описании. Переходите. Они у нас реферальные. Поэтому если перейдете и что-нибудь закажете от нас, купите. Передайте там на кассе, что это от нас. Ну, то есть по реферальной ссылке, короче, зайдите и нам будет классно. Да. Нам будет супер классно. Давай еще одну разработческую тему. CSS-3x. Да, придется дать. Я чувствую, что сейчас у меня немножко пересохло горло. Хотя я пью. Ну, если хочешь, на самом деле, я могу дать сейчас свою, а потом ты дашь свою. Да нет, видишь, я так подстроил, что мы когда эту темку... Чтобы дальше спать будешь, в смысле, после этих три темки мои. Это во-первых. А во-вторых, когда я сделаю список темок, там будет вот эта темка MapReduce и фильтр в JavaScript, а метка временная будет вести на SmartApe, понимаешь? Я почти всегда вкусную самую темку ставлю сразу после SmartApe для того, чтобы SmartApe тоже люди послушали, перейдя по тайм-кодам. Гений. Гений. Вот. Я, возможно, не должен был этого раз. Поэтому хочешь не хочешь, я должен теперь вынуть из себя. Ну, давай. Здесь, кстати, тоже, это темка апрельская на CSS Tricks. Юна Кравец нам ее здесь рассказала. Вот. У нее, во-первых, свой блог есть, который постоянно с Роскомнадзор банил. Ору. Юна как-то там просто типа ком. Возможно, они боялись, что там юная еще может быть на этом ресурсе. Ну да, наверняка. Юна.им у нее такой. Я, кстати, сейчас не забанен. То есть очевидно, что на том же самом айпишнике какие-нибудь, я не знаю, там запрещенные в России организации были. Ну, телеграм-сервера запрещенные. Да, да. Или телеграм-сервера, неважно. Вот. Короче говоря, она написала статью о том, как нужно использовать методы map, reduce и фильтр для массивов в JavaScript. То есть, казалось бы, только уже дебил не знает, как им пользоваться. Вот. Но опять же, вот я больше чем уверен, что если просто снять на канал ролик, там, не знаю, 15-минутный, в котором объяснить, как эти методы работают, у него будет миллиард просмотров уже там через, я не знаю, месяц. Вот. Потому что это, ну, как бы, во-первых, это идея вам бесплатная сейчас для бизнеса. Запишите себе на канал такой ролик. Вот. Ну, на самом деле, это скорее для нас идея, опять же, что-нибудь такое позаписывать. Реально для дауничьей. Вот. Но с того, ну, будет дохрена просматриваемым, потому что, как бы, тупо основы и тупо гуглятся людьми. И когда это есть в варианте видео, то это вообще бэлдишь. Но знаешь, вот в такой момент хочется… Вот мы с Аней отдали стойку с микрофоном, хочется на планшет отжать. Потому что я, если честно, очень сильно вспоминаю те моменты, когда я записывал именно уроки, я открывал доску и именно рукой писал на планшете, и как будто я на доске пишу. Я просто… Это ни с чем не сравнимый экспириенс, потому что очевидно, что на трекпаде ты не сможешь так четко писать, как ты это делаешь реальной рукой. Или там на мышке тем более. А там было реальное ощущение, что я как будто бы в классе пишу, и почему-то мне даже казалось, что вот людям прям вообще… Вот те ролики прям много смотрели, и я это связываю только с тем, что я там писал планшет. Ладно, все. Не потому что там популярные SAS, SVG, вот это все. Нет, нет, только из-за планшета. Ну так вот, короче, эти три метода – это для работы с массивами, они очень, так скажем, полезны. Они, конечно, джаваскриптовые, ну то есть в смысле, что это именно методы прототипа Array. Соответственно, они априори дольше, чем, например, цикл for. Потому что цикл for – это непосредственно джаваскриптовая конструкция, вот. Вот, и она выполняется быстрее. Но вот эти штуки – это, конечно же, синтаксический сахарок. То есть они более легко читаются и, в принципе, позволяют меньше строк кода банально написать. Так вот, давайте теперь рассмотрим, что это такое. Map. Map на самом деле расшифровывается не карта, а morph Array piece by piece. То есть по факту произвести действие с каждым элементом массива. Вот так это можно обозначить. И, соответственно, результат выполнения метода Map возвращает новый массив. То есть нужно сделать, что мы в New Array пишем oldarray.map и внутри мэпа передаем callback. Callback принимает несколько параметров. Первое – это непосредственно значение. То есть то значение массива, с которым мы сейчас будем работать. То есть, грубо говоря, внутри callback к каждому элементу массива мы обращаемся как value. То же самое, как в цикле for off. Ты делаешь for, там, типа item of items. Вот внутри for off к item – это каждый элемент. Вот здесь то же самое. Ты первым параметром в callback передаешь. Это название той переменной, которая, собственно, будет хранить каждый элемент массива на момент интерации. Второе – необязательно это индекс. Если вдруг тебе нужен будет индекс, чтобы к нему обращаться. И третий – необязательно это сам массив. Если вдруг он тебе пригодится внутри, соответственно, этих вызовов. Типа там, чтобы длину считать или еще какую-нибудь хрень. Вот. Ну и внутри, соответственно, ты можешь сделать, там, типа, каждое value умножить на 10. И, соответственно, у тебя вернется массив той же длины, которой и был, потому что метод map не уменьшает количество элементов в массиве. Она просто с каждым элементом производит какие-то действия. Вот. И если ты сделаешь какой-нибудь массив.map и внутри в callback value умножить на 10, то, соответственно, каждый элемент массива будет умножен на 10. То есть, ну, простая… это то же самое можно сделать в цикле for. И, собственно, кстати, я вот здесь анонсировал ранее, кто смотрит сначала, помнит, что мне очень хочется спросить. Вот. Кроме того, что цикл for, ладно, обычный for, который там и равно 1, и меньше, там такого-то, и плюс-плюс. Вот я это не беру. Обычный for, как бы он реально коряво выглядит и как-то бесит. А вот новый, ECMAScript 6 for off, там, по факту, то же самое, только здесь в мэпе массив возвращается, то есть тебе нужно присвоить новый массив куда-то, чтобы он не потерялся. А в случае с for off изменения сразу с массивом происходят и все. То есть тебе не нужно его присваивать. То есть если ты хочешь, чтобы ты в старом же массиве какие-то изменения произвел, и они в этом же старом же массиве и остались, в случае с мэпом тебе надо будет сделать так, oldarray равно oldarray.map, ну и там callback. То есть в старый массив присваиваешь старый же массив под изменениями. Практически как под стероидами, только под изменениями. Вот. Достаточно коряво выглядит, поэтому я вот, например, всегда использую for off вместо мэпа. Мне теперь интересно, кто меня переубедит использовать именно мэп. Цик-цик-цик. Время пошло. Цик-цик-цик. Пока никто не переубедил. Цик-цик-цик-цик. Ладно, неважно. Короче, мэп — это morph array piece by piece. Это метод, который позволяет, который возвращает массив с тем же количеством элементов, но с каждым элементом проводит какие-то действия. Следующий метод — фильтр. Фильтр, он возвращает массив, может возвращать с уменьшенным количеством элементов. Что такое фильтр? Это отфильтровать. Вот есть у тебя массив из шести значений цифровых, и ты внутри фильтра говоришь, верни мне только те элементы, которые больше десяти. И, соответственно, у тебя новый массив, который вернет метод фильтр, он будет состоять из меньшего количества элементов. То есть он будет состоять только из тех элементов, которые отвечают условию. Вот, соответственно, ну как бы это реально удобный способ. Это я использую постоянно. Фильтр. То есть если, то есть реально ты в callback все те же параметры передаются. То есть value, index и array, если мне память не изменяет. Ты просто можешь, тебе внутри фильтра, внутри callback на каждой итерации нужно вернуть либо true, либо false. Если ты возвращаешь true, тот элемент, у которого вернулось true, будет в новом массиве. Если ты возвращаешь false, то элемент, который ты в новом массиве, который, соответственно, false, но его не будет в новом массиве. То есть так можно фильтровать что угодно. Фильтровать какой-то там, если это массив строк, если в строке там по регулярке встречается какой-нибудь символ, то ее оставить в массиве. А если не встречается, то, соответственно, не оставить и у тебя в фильтрованном массиве ее не будет. Или если это цифры, там числа какие-то, то взять по модулю 2. Если там по модулю 2 нету остатка или там, ну, ты понимаешь, да? То есть если тебе нужно отобрать из массива только там какие-то значения, то метод фильтра — это то, что нужно. То есть оно может вернуть массив меньшего количества, ну, либо того же, если вдруг он отвечает абсолютно всем параметрам. Это, кстати, ну, если говорить про больше real-life какие-то примеры, то если у тебя есть массив объектов, например, это, ну, как бы более вероятно, что ты в работе сталкиваешься с более сложными структурами, нежели просто там массив цифр или массив строк. Скорее всего, это объекты, объекты объектов, массивы объектов, там массивы массивов объектов и так далее. Так вот, ну, внутри фильтра можно, соответственно, сверять. Если это массив объектов, то можно говорить, что если в объекте там свойство, там, я не знаю, длина письки там больше, чем 15 сантиметров, то тогда, соответственно, уже фильтруется. Если нет, то как бы... Почему? То как бы да. Такие моменты. Метод фильтр позволяет, еще раз напомню, получить новый массив либо исходной длины, либо длины меньше. То есть вполне возможно, что метод фильтра вернет пустой массив, если ни один из элементов изначального массива не отвечает тому условию, которое передано в callback. Вот. И дальше самое интересное. Я буду использовать этот штамп, что дальше самое интересное. На самом деле, как бы, ну, ничего особо интересного. Ничего интересного. Да, просто, ну, метод reduce. Что нам позволяет сделать метод reduce? Метод reduce позволяет как, так скажем, снежок, как снежный ком накатать и весь элемент свести к... ой, весь массив, простите, свести к одному значению, к одному элементу. Самый классический пример — это массив цифр, и тебе нужно получить сумму всех цифр внутри массива. В принципе, ты можешь объявить какую-нибудь переменную в начале, там, типа, сумма равна нулю, потом прогнать весь массив мэпом, например, и внутри каждого мэпа, соответственно, внутри каждой итерации, в сумму добавлять value. Оно будет выглядеть как корялое говно. Поэтому есть метод reduce. Метод reduce позволяет делать так. Ты говоришь, что сумма равна array.reduce, и тут дальше, опять же, идет самое интересное. Дальше идет два параметра. Первый — это callback непосредственно, то есть тот, который мы отсылаем, та функция, которая будет выполняться с каждым элементом. И второй параметр — это изначальное значение. Это очень важно. То есть если не будет изначального значения, то первая итерация будет впустую. То есть если ты снежный ком начнешь вообще без ничего, то первая порция снега, она же станет изначальным значением, как бы и снежный ком начнется с нее. То есть там нужно в случае с суммой нолик передать, например. Иначе первого не будет. Так вот, а внутри callback, кроме тех трех параметров, которые я уже говорил, типа value, index и array, самым первым параметром идет аккумулятор. Аккумулятор — это то значение, которое уже мы накопили с предыдущих итераций. То есть вот initial value было ноль, и все последующие, соответственно, прибавления суммы мы прибавляем к аккумулятору. То есть на первой итерации аккумулятор равен initial value, а дальше он равен сам себе на предыдущей итерации. И, соответственно, если мы говорим о сумме, здесь вот Юна показывает нам абсолютно дурацкий пример со суммированием строк. Ну что за бред? Ну какого хрена? Это просто смешно, что там именно она из... Да что ж ты орешь-то, Миша? Так. Им тоже не нравится просто пример с соусами, с готовкой. Она там просто пытается в одну строку из массива строк записать рецепты. В массиве строк у нее ингредиенты, а в финальной строке у нее написано приготовила это, приготовила то, приготовила третье, приготовила четвертое. Ня-ня-ня, мими-ми. Мне пример с суммой нравится намного больше. То есть если у тебя есть массив цифр, чисел каких-то, изначальное значение ноль, и ты делаешь аккумулятор плюс value. Все. И у тебя на каждом этапе к аккумулятору ты добавляешь значение, соответственно, очередного элемента массива, и у тебя в итоге выполнение редюса вернет финальное значение аккумулятора, то есть главную сумму. Именно главную. Ну, видимо, у нее были причины именно такой пример привести. Причем самое тупое, что здесь она еще видос выложила, в котором она целую песенку написала про эти методы. Там что-то все уже. Да. Там уже гениально, гениальный подход к написанию статей. Ну, видимо, плюс педагог, я не знаю, как бы. В принципе, это достаточно классно. Только вот кто еще будет на наш звук быдлить? Она там без петли, без говна записывает, как будто на ноутбучный микрофон просто. Вот. Но зато работает. Интересно, сколько просмотров у ролика. Сейчас будет миллиард, и мне жопа отлетит. Да нет, я думаю, 300 максимум. Ну нет, 6700. То есть, ну. Но это... Не смешно, что будет миллиард, и мне жопа отлетит. Но это 7 февраля 2019 года, чтобы ты понимал. Угу. Вот, поэтому как бы не так страшно, слава богу. У нее 630 подписчиков хотя бы. Ну, окей. Не отлетает пока. Пока, да. Пока плюс жопа. В общем, все. Конец истории. Вот такие три метода. И я еще раз напомню мой открытый вопрос. Убедите меня вместо foroff'а или forin'а, опять же, это два новых вот этих экмоскриптовых, экмоскрипт 6-евых цикла, использовать map. Какого хрена? Какой смысл использовать map, если есть foroff и forin', которые выглядят еще прикольнее и более синтаксически сахарно, чем map. И еще и по слухам работают быстрее. Если провести аналогию с обычным фором, который работает быстрее, чем map. Продайте мне map, чуваки, а мы будем двигаться дальше. Вот. Дальше, я так понимаю, у нас еще есть... Нет, нету, пока нету. Пока еще одна темка. Да, у нас темка. Как программисту выставить границу между работой и жизнью? Написано у меня в Slack. На самом деле мы это презентовали как IT-специалистам. И нам предлагают Neuron Insomnius эту тему. Тема такая, достаточно вспышечная. И здесь просто, на самом деле, про то, что нужно немножко быть кремнем. Вот так скажем. Вообще, если вы хотите хоть чуть-чуть отдыхать, а здесь автор статьи нам настоятельно говорит, что это обязательно нужно делать, то вам стоит сделать несколько вещей. Во-первых, полностью, полностью на телефоне на своем, на смартфоне на своем умном убрать нахрен оповещение Slack'а рабочего и убрать нахрен оповещение почты рабочей. Потому что, говорит, пока вы работаете, вы и так за компьютером. Но как только вы не работаете, вы, по идее, должны отдыхать. Соответственно, никаких вопросов по работе, чтобы вас менеджер не знал, что можно поднять в любую секунду, чтобы вы ответили на какой-то вопрос. Или чуваки могли спросить, а как это делается, там, и так далее. И, соответственно, в нерабочее время вы будете что-то делать. Это будет до свидос. Вы не будете отдыхать. Это первое, что вам надо сразу же сделать. Второе. Если вы, например, короче, поехали в отпуск, так же, абсолютно, за неделю до того, как поехать в отпуск, всех предупредите. Всем дайте указания, покажите, где что лежит, откуда что брать и так далее, чтобы в отпуске вы были... И скажите, вы полностью недоступны, интернета нет, ой, ничего не могу, компьютера не будет рядом. Значит, даже если вы дома будете на диване лежать, условно говоря, все равно компьютера дома рядом не будет, можете, если что, ответить на экстренный звонок по телефону. Соответственно, люди будут знать, что компа нет, ничего нет, то есть ты особо не можешь нормально как-то что-то поправить сам. Соответственно, извиняюсь. Все. Ну, типа, у чувака отпуск. Еще такой момент. То есть если вы, например, собираетесь что-то учить, то обязательно учите это в рабочее время. То есть настоятельно сделайте такую позицию со своим начальством, типа, что если у вас есть какое-то обучение, особенно если это обучение, типа, вот тут проектик, короче, пришел, научись тому делать, сделай вон то дерьмо. То и типа научись, имеется в виду, пока ты учишься, это не считается за время работы. То есть типа научись там вечером, типа, что-нибудь сделать и сделай. Соответственно, это практически твое рабочее время, по сути. То есть ты работаешь в этот момент. Ты учишься, да, окей, да, это твои скиллы, но это все делается для проекта, как бы для работы. Соответственно, у тебя два варианта. Либо просить обучение, ну, во время, короче, работы, либо тогда уж брать обучение на каких-то тестовых вариантах. Просто, знаешь, обучение, типа, в вакууме такое. То есть, типа, обучаться каким-то таким дефолтным вещам, которые никак не касаются проекта. Типа, по проекту ничего не делать. Вот. Ну, это плюс тебя, как бы, немножко тоже разгружает, потому что ты начинаешь думать про другое. Типа, это более такой отдых, чем все-таки учиться на проектных каких-то вещах и для проекта что-то делать. Вот, в принципе, несколько таких постулатов. Ну, и, естественно, работать 40 часов в неделю не больше. Не больше, потому что это уже все переработка и сложности с организмом, тем более, что если вы вдруг не самый молодой пацан, вот, то может сказываться просто элементарно на вашем здоровье. В принципе, вот так. Ты как, Саня? Как сам? Ну, слушай, у меня есть несколько соображений. Да, вот, например, первое. А если я, вот я фронтендер, да, сейчас, например? Да, просто. И вот я, допустим, сейчас почитал статью про дубльгиз, и мне захотелось там мобильную разработку попробовать. Так. Это никак не будет относиться к моим рабочим проектам. Это мне придется учить все-таки как бы в нерабочее время. Ну, это в нерабочем. Ну, тут никак от этого не уйти. Вот. И тут, наверное, опять же, если говорить с точки зрения ты не молодой пацан и так далее, ну, наверное, будешь сильно уставать, если еще после работы будешь что-то вот такое учить. Если сайт-проект, еще будешь хреначить. Да, кардинально, какие-то другие вещи. Вот. Насколько интересно это одобряет и Тамар Тернер Трауринг, который написал эту статью. Ну, я так понимаю, он вообще одобряет только нормально просто 8 часов в день похреначить и больше не хреначить. После 8 часов отдыхать. Ну, это достаточно вакуумное дерьмо, потому что, блин, смотри, для проекта, например, не надо. Вот, допустим, проект на Vue 2 начинает выходить в Vue 3. Вот уже скоро реально там. То есть уже надо, чтобы быть в теме, чтобы быть востребованным специалистом, так скажем. Нужно понимать, что там во Vue 3, изучать новые там API-шки, смотреть, как по-другому там сурсы у них сделаны, как лучше сделать, чтобы быстро работало там и так далее. И ты как бы подходишь к начальнику и говоришь, типа, чувак, вот, блин, вот я учу Vue 3 там, та-та-та-та-та. Он тебе говорит, чувак, ты долбанулся, что нам фичи надо как бы пилить. Нам как бы насрать на втором или на третьем Vue. Уже вот есть приложение, оно работает как бы и да. Вот. Но ты при этом хочешь оставаться востребованным чуваком, потому что вдруг вот тот проект, на котором вы сейчас сидите, его закроют, тебе скажут, чувак, ну, как бы сорян, других проектов у нас для вас нет, что называется. Иди ищи новую работу. А ты все это время был в вакууме, не смотрел там новые какие-то штуки, там не вникал. Блин, это полный отстой. То есть это как бы... Ну да, по идее, но, видимо, чувак, автор статьи, все-таки хочет сказать, что это надо пробивать у начальства, чтобы это было законно, легально, и сказать им, чуваки, ну, фичи фичами, ну, дайте хотя бы один час посмотреть, типа, на view. Ну или, я не знаю, какого хрена, вы что, козлы? Алло. Ну вот, вот это разве что вот первое, и... А второе, это вот реально, а если тебе платят все-таки за сверхурочные? Просто он здесь пишет, что типа, блин, чувак, вам не платят больше сорока, зачем больше работать? А если платят? Причем именно по сверхурочному тарифу какому-нибудь. Мне кажется, с этим можно долбануться, с этой темой, потому что можно так в натуре перерабатывать. Очень жестко и очень жестко устать. И потом какое-то выгорание будет, да, опять же? Да-да-да-да. Ну это такое, тоже, да. Но он про это не пишет, или она? Ну, в общем, это действительно тоже открытый вопрос, и очень бы хотелось, смешно, что я на ник нажал, и у меня всплыло mail app. И в почту, почта. Да, и что он мне от work.uwebdesign.ru захотел написать. Не, я тоже, да, я тоже нажал. Ну, короче говоря, это пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, потому что мне кажется, что, блин, мы как разработчики, как программисты, мы просто обязаны его употреблять. Мы обязаны вникать, что новое выходит. там, ну, вот мы подкасты эти пишем, нам же это никто не оплачивает. Ну да, да. Особенно вы на Патреоне нам не оплачиваете. Хотя да, вот я сейчас, как раз мы дошли до того момента, когда мы поблагодарим за то, что вы на нас подписываетесь. Вот. Давай. Поблагодари. Вот давай прям, я слушаю. Ну да, я тебе размочу, тем более, что сейчас у тебя еще потом две темки. Вот. Друзья, уважаемые подписчики, слушатели, зрители и просто случайные прохожие, нас можно поддержать на Патреоне, patreon.com slash uwebdesign. Это сейчас наш самый, так сказать, востребованный для нас способ вашей поддержки. Вы можете стать нашими патронами. Вот. Кроме того, что просто вы, так скажем, немножко карму себя увеличите, если вы этим займетесь, вы еще можете претендовать на определенные награды. Вот. У нас сейчас как раз, я уже многим патронам написал, но еще не всем, то есть я обязательно за эту текущую неделю напишу вообще всем, расскажу о том, что я просто сейчас еще даже отдельную табличку в Excel, именно в Excel, заполняю с данными всех наших патронов и буду везде помечать, кто какие награды получил, чтобы точно ничего не потерять, ничего не забыть там и так далее. Вот. В общем, много здесь будет разных наград, начиная от двух долларов, заканчивая 80-ю, я не знаю, может быть мы какой-нибудь пледж уберем, типа 80, просто он пока, к сожалению, не пользуется той популярностью, которую мы хотели бы, чтобы он пользовался. Да даже 40 плохо пользуется, но чуть-чуть пользуется. 40 норм, 40 норм, есть люди, и это даже круто, что они есть. Вот. А 80 вот как-то пока перекати поле, поэтому мы будем как-то пересматривать, поэтому вы не ориентируйтесь на те награды, которые есть сейчас, вот. Вот. Но они будут в любом случае включать в себя physical goodies, то есть мы что-нибудь физическое вам пришлем. Вот. Плюс ранний доступ на один день раньше, плюс доступ к нашему патроновскому чатику, вот это вообще исключительная штука, это очень круто, это правда здорово, можете влиять, так сказать, на наш подкаст, там писать. уже туда я заранее выкладываю, какие у нас будут темки на подкасте, ну вот, например, на сегодняшний, и все люди, бесконечное количество, сотни, десятки тысяч, которые сейчас там находятся, они могли сказать, Сань, что-то говно какое-то, четвертая темка, это не то, что мы хотим видеть в подкасте или слышать. И нам бы пришлось как-то изворачиваться. Перепринимать, да, во внимание эти пожелания, потому что назвались ювеб-дизайном слушай патронов, что называется. ну и самое главное, это наше прешоу, наше бонус-экстра контент, наш бонус-экстра мини-подкаст. Сейл. Да, который вы можете получить, если вы патрон абсолютно любой масти, даже если вы двухдолларовый или однодолларовый патрон, вы все равно получите наше бонус-экстра прешоу, вот, это от 10, там 15 до часу времени дополнительного каждую неделю, даже не один раз в месяц, а 4 бонус-экстра. Бонус-экстра. Сейл. Селебрити. 4 бонуса-экстра подкаста в неделю, ну, если у нас все 4 недели, так сказать, рабочие. Месяц, может быть? В неделю есть 4. Если в неделю, то это нам придется разделить на 4, соответственно. По 4 кучки выпулить. Вот, да. Короче говоря, Патреон – это круто, и все, кто нас уже поддерживает на Патреоне, огромное спасибо, мы в конце подкаста еще разочек вас всех перечислим, потому что... Ты сегодня, кстати, будешь перечислять? Или как? Могу. Сегодня перечисляешь? Я сегодня перечисляю, потому что я сроднился уже с интерфейсом Патреона обратно, пока сегодня всем писал, записывал, переписывал. Не только сегодня, я со вчера это все начал. Вот, поэтому я вполне перечислю, тем более, я на самом деле даже по памяти уже могу их перечислить, вот, но не буду. Не буду, вдруг кто-нибудь подписался, пока мы стримим, я забуду этого человека, так что давай, сейчас две твои темки финишные и будем. Давай, давай, они абсолютно вспышечные. Первая темка из моих двух последних это Microsoft и Sony вместе займутся развитием облачного гейминга. И здесь, как вот заголовок, такой же и абсолютно статья облачная. Ну, типа Sony и Microsoft действительно пообещали, пожали руки, Каничиро и Йошида вместе с статьей, вот вы видите, пожали, такой союз, союз буддизма такой здесь происходит у нас на фотографии, буддизма японского и буддизма индийского, соответственно, вот, пожали руки, сказали, что будем двигаться в том направлении, в котором надо двигаться, то есть облачный гейминг, чтобы вот уже забросить все эти приколы с тем, что надо устанавливать игру, что там, значит, этот инсталл идет часами, выходит какая-нибудь GTA 5 и 80 гигов качать, ну, вы понимаете, то есть не очень, не очень. Облачный гейминг подразумевает собой, что ты просто заходишь и играешь практически на половину на чужой банке, на серваках, практически на смарт-тейпе играешь. Вот, и к этому движутся, тем более, что недавно, если касаемо Sony и касаемо PlayStation, они говорили, что в Sony PlayStation 5, который они скоро будут уже вот прям вот прям готовят там 2021, может быть, выпустят, будет сильно облачный гейминг, сильно, короче, на это упор сделают, что он будет, ну, практически на на таком же уровне сделан, так же будет плавно работаться, как и игра с диска или игра просто установленная, соответственно, со Store. Вот, поэтому Microsoft объединилась с Sony, в этом слились, в экстазе, тоже, видимо, на Xbox тоже хотят облачного гейминга попробовать, тем более, что для них это для всех интересное развитие событий, можно дополнительные услуги предлагать игрокам вообще, короче, ну, это супер шаг вперед, я считаю, поэтому они и те, и другие, вот, хотят вместе сотрудничать. В принципе, все, в принципе, все. У тебя есть какие-то вопросы по этому поводу? Ну, слушай, у меня прям вот, ну, как раз вопросы и есть. Ты вообще видишь в этом какое-то будущее? То есть, реально, люди будут меньше покупать сами себе, там, компьютеры и консоли, будут просто, ну, там, подписочно, каким-то образом вот так вот причащаться, так сказать, к прекрасному? Или это будет нишевая хрень, чтобы эксклюзивы попробовать? Я, мне кажется, что это будет популярная хрень, но я не знаю, как это будет конкретно с консолями работать. Вот, допустим, PlayStation 5, да, она и так мощная будет, то есть, они сделают и так ее навороченной, максимально самые современные железки поставят, и чтобы все максимально классно было. Окей, смысл мне играть в облаке? То есть, какой смысл мне вообще играть в облаке, если у меня машина тянет, типа, ну, я установил игру, играю, то есть, значит, облако, скорее всего, делает дополнительные какие-то вещи, я не знаю, то есть, ты, возможно... Как я понял, ты можешь с PC оплатить себе подписку на облачный PlayStation 5 и играть, как будто бы на PlayStation, но с PC. Ну, просто какой смысл Sony вообще это делать? Еще дополнительных денег зарабатывать? Ну, типа... С тех, кто не хочет целую консоль покупать, они, может быть, на облачных подписках больше денег заработают, чем на продаже консолей? Ну, это может быть, в принципе, это прикольная идея, но мне кажется, они на продаже консолей тоже как бы заработают, не знаю, это сложно сейчас сказать, вот. Но мне кажется... Мне кажется, больше на продаже игр, если честно, на процентах от продажи игр. Наверное, наверное, наверное. Тут вот, блин, но все-таки это как-то... Мне видится, что это расширяет границы, соответственно, наверное, это будут использовать. Мне все вот говорили тоже типа облачные, облачные. Я думаю, что пока что это все-таки говно, технология. Она просто сама по себе не развита, Но если пацаны возьмутся, то сделают. То есть, я уверен, что если я сейчас зайду опять же играть на условном PlayStation 4 в облаке, то я, скорее всего, много всякого натерплюсь. Начиная просто от тормозов именно в графике, каких-то там фризов и так далее, и заканчивая управлением. То есть, скорее всего, она будет хреново портирована и так далее. В общем, там много приколов, скорее всего, будет. И даже, если я возьму на PC, возьму DualShock от PlayStation, и то не факт еще, что будет все нормально работать. Ну, ты понимаешь. Вот. Я думаю, что... Они лишь для того и объединились, чтобы это... Чтобы заработало, наконец-то. Короче, я в этом вижу все-таки, что что-то будет, потому что пацаны на это очень сильно напирают. Я чувствую, что это фича. Может быть, как VR, на самом деле, все поиграются и забудут. Скажешь, ну, так, руси, ну, похоже. Я думаю, это именно для каких-нибудь стран третьего мира. То есть, у них есть терминальные станции, условно, какие-нибудь, и им только надо вот контроллер купить и все, ну, и подписку оплатить на эту хрень. Или, может, там, как модем почасового, поминутного. Я не знаю, правда. То есть, это еще, наверное, зависит от того, в какую ты игру играешь. В ААА или вне ААА. Не знаю, но как придет, посмотрим, опять же. Ну, да, да, я не знаю, если в этом будет. Ну, опять же, ну, мне кажется, что это должно суперстабильно работать, потому что облачный гейминг для PC и на PC, он уже давно есть, насколько я понимаю. И что-то как-то вот не то, чтобы я прям слышу, что... Все равно он тихий, все равно тихо. Он реально, он как VR, он прям пук, просто, как знаешь, как 3D-телики. Помнишь, одно время это был дикий бум вообще? А сейчас, мне кажется, уже это, ну, оно вроде как... Сейчас даже эту фишу, мне кажется, не добавляют. Вот, ну да, оно как будто бы есть, но мне кажется, вот в 4K-теликах уже нет 3D. Хотя одно время даже Blu-ray диски выходили с поддержкой 3D для того, чтобы именно прям Белдиш у тебя дома был. Но что-то как-то вот этим все и закончилось, поэтому... Такой же пук, да. Короче, посмотрим, как будут развиваться события вновь покажет время. Следующая тема и последний заключающий подкаст. Wall Street Journal пишет нам, что издатели игр платят топовым стримерам Twitch до 50 тысяч баксов в час. Здесь мы видим фотографию, собственно, стримера Ниндзи в своем обличии, как он на стримах сидит, с синими волосами и вот этой повязкой. Короче, здесь, в этой статье, говорится, что такие пацаны, гиганты половые, как Electronic Arts, Activision Blizzard, Ubisoft, Take-Two и прочие чуваки заключают крупные контракты с такими, как вот, например, Tyler Blyvins, то есть Ninja, один из самых популярных стримеров вообще, в принципе, заключают за баснословные бабки. То есть, за то, что он поиграет в какую-нибудь игру, например, как в Epix Legends, который вот недавно EA, видимо, проталкивало очень сильно, чтобы популярные стримеры в нее играли, платят по 50 тысяч баксов в час реально. То есть, и больше, и, например, нельзя лям баксов за сутки просто получил, за то, что он просто сутки стримил. Ну, понятно, что он там даже не 24 часа стримил, наверное, я не знаю, как у них это считается, то есть, сутки чистого времени или сутки грязного времени нет-то брут-то, но лям у него в кармане. Такие бабки я готов даже чистого времени перемануть, почему бы и нет. Ну, согласен, в общем, пацан может, но мы знаем, что, в принципе, это пацан особый, то есть, здесь написано, что у не особых пацанов получается меньше, 25-30 тысяч долларов они получают в час, что тоже огромные деньги, я считаю. Вот. Короче говоря, здесь, здесь еще написано, что, конечно, у компании есть риск, что, типа, стример не обязательно будет очень хорошо представлять игру, может быть, напорится на какие-нибудь баги, там, ну, вы знаете, или будет даже плохо отзываться об игре, или, ну, типа, гореть в игре, и, соответственно, как бы плохо ее пиарить, но, как мы знаем, плохого пиара особо нет, и обычно все остаются в супер, супер восторге от таких стримеров, тем более, что Ninja очень сильно, это же Fortnite стример, практически, можно так его называть, потому что он просто, ну, фулл-тайм Fortnite стример, я уж не знаю, сколько ему Epic, Epic платят, и вообще платят ли они ему, и изначально он то ли поднялся на этом, я не знаю, то ли опустился на этом, короче, не знаю, честно, потому что, если реально EA заплатили за, там, за сутки лям, то, как бы, Ninja постоянно Fortnite стримит, то есть, это, если они такие, с по таким расценкам платят, то, я не знаю, Epic только на одном Ninja должны разориться, по идее, хотя, конечно, о разорении речи не идет, но, в общем, странно, интересно вообще, как с другими контракты у них состоят, вот, как тебе новость, как баб, как по бабкам, нормально? Ну, слушай, это прям, ты это, да, это норма по бабкам. Как ты считаешь, мы сегодня Дмитрия вот пиарили, то есть, вдруг он будет лям получать, что делать бы? А ничего, мы же договорились, что, мы же с ним договорились, поэтому мы... как только он, как только он, 50 тысяч баксов в час, так 25 тысяч баксов наши, я считаю. Как минимум, потому что я считаю, что к этому он придет только из-за того, что мы сегодня про него рассказали. Разумеется. Если бы не мы сегодня, то плакали бы его денежки. Согласен. Вот, ну да, тут, конечно, нужно хотя бы вскользь упомянуть, что хрен с ним бабки. Насколько, типа, с моральной точки зрения вообще это этично, что стримеры на зарплатах у издателей сидят. Это же объективность там теряется, и все такое, как нам Костя говорил в патроновском чатике, опять же. Вот. И я, честно говоря, не склонен разделять его позицию. Ну, то есть, если мы, сидя в патроновском чатике, как бы понимаем, и если Wall Street Journal об этом пишет, и если Haber, например, это переводит, и мы понимаем, что, в принципе, ну, как бы, могут люди платить стримерам и так далее, то как бы все это, значит, понимают, но все все равно при этом смотрят. Ну, то есть, у меня нету, например, там, я не знаю, простите за этот бред, я просто, ну, сегодня вспомнил. У меня нет сомнений, например, что там Ургант или Нагиев на Первом канале работают за деньги. Да ладно. Ну, камон, ну, очевидно, что они работают за деньги, ну, как бы, понимаешь, и, ну, это же не вызывает никаких, так сказать, противоречивых эмоций. Блин, он же в МТС рекламе-то тоже за деньги. Он же вот это не по приколу снялся там, как это, про Игру престолов. Это же он, оказывается, денежки получит за это. Ну, ну, да. Ну, да. Это смешно. Это, конечно, понятно, что, типа, большинство стримеров, они просто начинали стримить именно по приколу, там, просто потому, что они не могли там не стримить, и, типа, ну, какая-то, опять же, внутренний социалист хочет, чтобы все стримеры были именно донат-онли. Ну, типа, что стримите, у вас много, так скажем, да, подписчиков, ну, вот у вас и будет больше, там, донатов и так далее. Зачем вам еще, типа, контракты от издателей, типа, что теряется, там, объективность. Но я больше, чем уверен, что есть стримеры, которые сидят на контрактах, но при этом вполне хренососят игры, хренососят, там, издателей и так далее. Ну, вот, я поэтому и говорю, что... Я думаю, что кто-то так договорился стопудово. То есть он не теряет своей объективности от того, что ему там платят. Опять же, люди не дураки. Он может даже и не говорить в открытую, что игра говно, но то, с каким... на каких щах он стримит эту игру и то, как бы, какие реплики он там выкидывает, опять же, тонко тролльные, вся аудитория, я думаю, поймет все правильно, грубо говоря. Или, опять же, если там чувак наткнулся на баг, но даже если он сказал, да нет, это не баг, это они обязательно завтра пофиксят там. Люди-то не идиоты, они все равно увидели, что тут был какой-то баг и, соответственно, они восприняли это как то, что в этой игре там, на первом часу после запуска был баг. Ну, охренеть теперь. Я даже не считаю это каким-то там именно там, ну, особенно теперь. Это раньше, грубо говоря, ты выпустил игру, целый тираж отдал с патчем 1.0 дисков отпечатать, а потом выяснилось, что у тебя там баги какие-то, и тебе надо патч 1.1, а у всех модем на интернет. Ну, условно. И тебе надо, во-первых, следующий тираж дисков передать 1.1 патчем и надеяться, что как бы, ну, каким-то образом не всплывут еще баги и не придется делать там 1.2. И еще и цифры, как бы, ну, а сейчас-то у тебя в Стиме просто там подгрузилось еще 2 мегабайта там обновления, или 2 гигабайта, опять же. Пока какие ошибки, смотря. Вот, да. Вот, и я думаю, это не будет таким имиджевым факапом, как, ну, хотя, опять же, если я так, а-а-а проект, если там реально невозможно, например, пройти что-то, не просто там двиган забаговал, кто-то сквозь текстуры там ушел, хотя такое тоже бесит, честно говоря, особенно теперь у нас все сейчас искушенные, у нас же теперь облачный гейминг, стопудово, у нас же теперь облачный гейминг, поэтому, ну, в общем, мы, мне кажется, с тобой достаточно многогранно эту тему обсудили, каждый, опять же, из подписчиков наших будет при своем мнении, мне вот интересно, опять же, открытый вопрос, я все сегодня пытаюсь пообщаться с аудиторией, сегодня чата нет, так скажем, прямого эфира нет, но я пытаюсь общаться с аудиторией, кстати, когда он был, что-то как-то мы, мы, конечно, отвечали, но вот прям прямых открытых вопросов что-то особо не задавали, ну, кроме тех, которые в конкурсе. мне кажется, мы их там сильно изнасиловали прямыми фирмами, они в конце уже сидели, ну, немножко уставшие, слушай, еще кто кого изнасиловал? ну, согласен, согласен, вот, ну, ладно, да, то есть, мне вопрос, собственно, в чем последний мой, в том, насколько вот сегодняшний подкаст был аудиофрендли, мне кажется, сегодня вообще не было ничего, что именно надо было сильно представить, и без этого как будто был неполный экспириенс подкаста, мне кажется, сегодня такой один из образцовых аудиоподкастов прямо, возможно, возможно, не может не радовать на самом деле меня, мы просто по дизайну сегодня ни хрена не смотрели, поэтому, конечно, логотипы не рассматривали, согласен, да, сегодня, конечно, без логотипов, окей, в принципе, все, можно закругляться на этом, 201-й открыт, считай, сезон открыли, то есть такой тестовый, тренировочный сегодня закатили, да, да, сейчас, как я обещал, нет, сначала, как я обещал, патронов перечислим, потом уже обойку, я считаю, что патронов время, а обойки час, все-таки как-то они важны и нужны, только сам патреон грузится долго, как падла, сейчас попробуем, patreon.com slash manage rewards, мы говорим, чтобы вы понимали, мы говорим актуальных патронов на момент предыдущего месяца, так скажем, вот, то есть сейчас я уже знаю, что были люди, которые посмели отписаться от нас, были такие, вот, их мы все еще сейчас будем говорить вслух, вдруг подпишется заново до следующего месяца, 40-долларовый Макс наш, спасибо тебе, Максим, 20-долларовый, Константин Гончаров, Иван Мерзавцев, Никита Ларк, Антон Шувалов и Ярослав Мудрый, перечислив в порядке, так скажем, значимости, в прямом смысле этого слова, дальше у нас 10-долларовый пацаны, Михаил Палмер, Граф, Абалмасов, Ануар Балгимбаев, Дмитрий Казарцев, Мистер Кор, и время уходит, спасибо, чуваки, спасибо, каждому из вас просто на памятник в граните отлить, и будет вообще круто, 5-долларовый, пацаны, здесь попробую просто в порядке подписывания, перечислить, потому что задолбаюсь сейчас, здесь их много, считать, кого я сказал, кого я не сказал, не буду, Титус, Антон Потапенко, Мэтт, Геннадий Хатовицкий, Майкл, Эрви, Евгений Бойцов, Иван Сухин, Саша Джазов, Миша Хохлов, Явеб, Илья Евсеев, Антон, Сэм Белов, Алекс Яценко, Андрей Чиг и Эльмира Халила. Кроме них, есть еще двое 5-долларовых патронов, которые не выбрали пледжи, то есть они 5 долларов заносят, но от наград отказались, это Рома Фролов и Владимир Анохин. Классические хипстеры. Да, чуваки, вы, конечно, крутые, но я вам в любом случае в рамках своей переписи патронов я вам в любом случае напишу и попробую вам навязать награды, потому что, ну какого хрена, вы же нас поддерживаете, так налепите себе стикер, мать вашу, на ноутбук, это нормальная поддержка для нас, все будут проходить мимо, вау, это что за суперклассный стикер, это кто? И вы им такие, да это что, ты не знаешь, чмо просто, что не знаешь, это ювеб-дизайн, гений его плоти, просто лучший 201-й подкаст у них послушай, это образцовый аудиоподкаст, там даже представлять ничего не надо. И все, я пошел слушок, и просто сразу вы нас поддержали, поэтому не надо, ой, да пацаны, да я там за идею, я ваш подкаст просто хочу поддержать, мне не надо там вашей стикер, надо, это и есть лучшая поддержка нашего подкаста, это наши стикеры, несение, так скажем, в народ этого всего, поэтому, чуваки, это круто. Спасибо вам еще раз всем за патронаж, так скажем, и за патронтаж ваш. Будем, будем теперь обсуждать обойку. Давай. Ну, на обойке я вижу, во-первых, какие-то супер карьеры охреневшие в Америке, судя по всему, судя по надписи, вижу небо такое, немножко, которое страшное, такое, как будто вот сейчас вот еще чуть-чуть, и дождь будет, или он есть, но он просто где-то вот в том месте, в котором непонятно в каком. И где же здесь наш подкаст? Где же здесь наш подкаст? Я думаю, что подкаст это вот куча наваленная, вот видишь, перед этим, перед горами из многих разных обломочков. Мне кажется, это наш подкаст, почему? Потому что вот все эти обломочки это как бы темки, и это как бы наши мысли, то есть они собраны, понимаешь, со всех скал, то есть со всех разных уголков как бы нашего сознания и со всех разных точек зрения, они вот собраны в эту одну большую кучку, в которой они лежат. Вот поэтому это наш подкаст, я считаю, потому что здесь все переплелось. А как ты думаешь, где наш подкаст? Ну, слушай, мне твоя идея, конечно, понравилась, но у меня немножечко другая была. У меня была идея, что наш подкаст это вот эти пики, вот эти вот именно горки, так скажем, острые, мне, во-первых, это напомнило, наши графики из аналитики по просмотрам, как только новый выпуск выходит, сразу горка, хоп, горка, хоп, взлет. Да, 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 да. Ну и как бы просто видно, что какие-то из них прям до сих пор смотрят и до сих пор они пользуются каким-то успехом. Некоторые уже обвалились, уже на их месте не горки, а выемки, наоборот, потому что там или какие-нибудь, у нас компаньоны неудачные присоединялись или еще там что-нибудь было, всякое было, поэтому тут вообще наш подкаст это каньон, и когда-нибудь он весь будет в обломках этих, в склень просто, потому что не будет уже места на ютюбовских серверах от нашего контента гениального, так что да. Да, согласен. Окей? Что, чуваки? Да, я думаю, вздрогнем. Это я сейчас вздрогнул, потому что уснул и проснулся опять. Шутка, я сегодня не засыпал. Вот, в общем, да, будем прощаться с вами, увидимся через неделю, я надеюсь, у нас через неделю мы еще увидимся. Ну, естественно, естественно. Что-то было, что-то, что-то было. А что, июнь еще только? Ну, июнь-то июнь, что-то было. Даже еще июнь это не будет. Ну, да, согласен. Что-то было. А что было? Первое число я пойду тусить на эту нашу конференцию, но это суббота, поэтому не знаю. Казалось, что что-то было. Ладно. Всем, короче, спасибо, говоря, еще раз за просмотр, за подписки, за вообще, за любое вовлечение. Ну, и за любое влечение тоже к нам. Большое спасибо. Вот, увидимся уже через неделю. С вами были суровый веб. Не будем заново представляться, не хочу. Это пошло. Мы здесь просто две говорящие головы, два голоса, которые надо с нами поменять. Да, опять же. Две ваши путеводные звездочки. Увидимся в следующий раз. Давайте, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok